Всем привет, дорогие друзья! С вами Виталий Прыгунов, и сегодня в гостях в СБДК замечательные челябинские слаймеры Insect Inside. Михаил Гитара и Даниил Ударное. Приветствую вас, друзья! Привет, привет! Привет, Виталий! Расскажите, как долетели, как вам в Москве? Так, ну, по поводу того, как долетели, я думаю, хорошо. Мы на самом деле думали, что возникнут проблемы, так как до этого, когда мы летали, у нас у Миши разбивались инструменты, и мы так основательно подготовились, даже часть инструментов заранее отправили с ДЭКом в Москву. Да, я расскажу про этот момент. В общем, было так, что мы с нашей прошлой командой из Depths of Black ездили в тур, и там суть в том, что мы слетали в Москву, потом вернулись, короче, на Урал обратно, и должны были ехать дальше в Сибирь. И когда мы вернулись обратно, у меня просто башка от грифа гитары, ну, я просто в чехле понимаю, что она надломлена. Я достаю, а там просто щепки, короче, и башка от грифа, она отломилась, и сам анкер, это такой стержень внутри металлический, он был погнутый. Ну, то есть, чтобы, так скажем, сломать-то гитару, нужно было ее нормально так кинуть или там, не знаю, разбить ее очень сильно. И поэтому в этот раз мы все очень плотно запаковали, купили дофига всякой упаковочной ленты, пупырки, и вот, и полетели. Короче, в целом долетели отлично, без каких-либо проблем. Немножко устали, но сейчас все окей, все круто. Интересно, кто согнал анкер? Наверное, это был какой-то активист, антислам-движение, какой-то блок-металист. Возможно. Ну, в общем, в этот раз мы долетели комфортно, нас даже покормили на борту. Единственное, что было сложно потом разобраться в этой московской логистике, как доехать, как добраться. Короче, мы все плюнули, в итоге доехали на такси до Курского вокзала, а там сели на электричку и добрались до нашего басиста в Ногинске. Вот так. Ну, и правильно, я хотя москвич тоже периодически забиваю хуй и еду на такси в пизду. А еще, кстати, забавная фигня там была с Аэроэкспрессом. Да, расскажи. Короче, когда мы прилетели, нам басист очень детально все расписывал, как и куда нужно приехать, и он сказал, ребят, короче, есть Аэроэкспресс, вы там найдете по указателям, ничего сложного. Ну и все, собственно, мы прилетели, смотрим, куда пройти за оформлением билета. Да, мы типа смотрим по указателям. По указателям. Аэроэкспресс, спускаемся немного ниже по лестницам. В общем, там стоит такой парень, который работает, открывается вот так вот дверь, и там этот Аэроэкспресс. То есть вообще, ну типа, а по сути, эта штука тебя должна довозить до определенной точки уже из аэропорта в саму Москву. Вот, и мы просто сели, как-то не подумали о том, что, куда, зачем. И мы едем, и я такой думаю, а мы куда едем-то вообще? И оказалось, что это Аэроэкспресс просто между терминалами. Да, это просто вагончик, который ездит по аэропорту, и мы доехали туда и обратно. Обратно, да, скатались. Так что вот, не все, короче, понятно, несмотря на то, что мы ездили. Ну да. Ну это не так плохо, вы могли уехать куда-нибудь в Ебеня за 138-й километр, и пиши пропало. 138-й, да. Только за такой мы должны поехать. То есть вы сначала взяли, воспользовались услугами компании СДЭК, отправили инструменты, правильно? Да, все верно. Вы их уже получили? Да, конечно. Без каких-то проблем? Да, все отлично прошло. Мы, то есть, заранее отправили, чтобы они успели прийти к тому времени, когда мы будем в Ногинске. Да там просто дофига всякого барабанного стаффа, типа железа. Там стафф, да, и мерч. Мерч, диски, личные какие-то вещи. И какой барабанный стафф конкретно? Отправлял я железо свое. То есть тарелки, да? Да, потому что за железо больше всего боязно. Вот его могут как-то швырнуть не так. Кейса у меня нет, у меня чехол. Вот. Поэтому немного стремно, что могут швырнуть и удариться. Ну вот как, собственно, смешанная гитара и получилась. Ну на самом деле это суперразумный ход. Во-первых, приезжать заранее, перед концертом или перед туром. И гитару тоже имеет смысл отправлять, потому что у меня нет кейса жесткого, куда можно ее положить. И когда ты ее упаковываешь во всякую там ленту, либо просто в чехле, по сути, в ленту, либо в какой-то самодельный короб, с ней может быть что угодно. Поэтому это опасно. Ну вот, и до ремонта довольно-таки недешевые инструменты потом. Ну и, наверное, комфортнее налегке самим доехать. Конечно. Да. У нас так получилось, что мы, короче, вот эту личинку здоровую, которую мы обмотали лентой. То есть там гитара, кардан, рабочий барабан и еще патруль. И рюкзак, да. Это вот такая махина огромная получилась. Ну, в общем, мы брали багаж на 23 килограмма, мы максимально его забили. И мы решили его не разматывать и просто с вот этой хереной, короче, таскались. Поехали с личинкой. Памоской этой огромной. Ну, чтобы не разматывать, некуда было девать ленту. Мы периодически таскали просто и все. Это так. Как вам вообще впечатление от Москвы? Слишком много людей, наверное, по сравнению с Челябинском? Ну, в Челябинске столько людей я, наверное, видел только на 9 мая, когда, типа, очень большие потоки людей идут куда-нибудь или на День города. Типа, они идут на площадь, смотрят там парад. У нас не такое большое скопление. Поэтому, да, это немножко давит на мозги. Ну, а в целом впечатление как от Москвы? Просто первое, что мы увидели такое в Москве, когда на Курский вокзал приехали. Да, это самый интересный, наверное, момент был. А боссных бомжей? Да, то есть там комьюнити целые с бомжами. И даже не в этом суть, типа, не в этом соль, точнее. Я увидел огромную крысу, которая бегает. Я думаю, ну, наверное, это норма. Потом я ставил мишу, что у нас была электричка в 5 утра, и сам пошел за едой. Вот, и там такая, ну, не площадь, это просто большое пространство. Там трамвайные рельсы и вот эти забегаловки. Вот, зашел в забегаловку, чувак мне говорит, типа, через 20 минут только можно будет заказывать. И просто стоял, наблюдал, как какого-то бича избивают 3 парня в спортивках, прям на рельсах, и все стоят на это, смотрят. То есть вообще никакой реакции, абсолютно никого. Наверное, так и должно быть, я подумал. Наверное, это какой-то сериал снимает. Да, да, просто сейчас оператор вылезет из тех кустов. И да, все в порядке. Еще обратил внимание, что присутствует некоторое безразличие у людей друг к другу. Вот, потому что мы когда с аэропорта вышли, только стоим. Я что-то курил, стоял. Вот, и через пешеходный переход там переходила женщина, у нее выпал портфель из коляски. И никто не обращал на это внимания секунд 5, а она просто дальше пошла. Я думаю, ну что, типа никто ничего не скажет. Но я подбежал, как бы ей отдал. Все, я такой, ну ладно. Вот сейчас та же ситуация. Мы ехали в автобусе, у бабушки выпал зонтик. И типа сидит рядом женщина, играет в телефон. Она такая увидела это, посмотрела на зонтик и дальше играет. Я такой, ну типа что за дичь. Поднял, отдал ей зонтик просто и все. Это немного, это странно немножко. Может быть, у нас, да у нас в Челябинске, наверное, то же самое встречается. Это просто как-то так совпало исторически, что вот именно мы когда в Москве и подобные ситуации происходят прям чаще. Вот, как-то так. Ну не знаю, я всегда стараюсь помочь. Наверное, это были какие-то люмпины моральные. Вот, а вы упомянули, что в Челябинске периодически случается празднование Дня города. Вы отмечаете его? Ну, это какие-то, знаешь, такие шествия. Посмотреть салют, и все, нет такого, что мы отмечаем. Просто куча народа выходит погулять, так-то это обычный день, по сути. То есть вы не отсчитываете дни в календаре? Нет, ну какие-то концерты, может быть, проводятся на площади Революции. Это центральная площадь в городе, а так не особо. Приезжать там не лето или какой-нибудь. Би-2 какой-нибудь. Да, Би-2 или этот, как его, рэпер. Любой рэпер. Любой рэпер, короче, неважно. А правда, что на площади Революции в День города в Челябинске играет любой трек травматами в качестве гимна Челябинска? Да, интро с первого альбома играет. Абсолютно верно. Расскажите вообще о Челябинске. Что это за город? Стоит ли рядовому россиянину посетить его? Давай, Миша. Ну, это город в целом, в котором я вырос, наверное, всю свою жизнь. Я вырос, ну, родился изначально в пригороде Копеевск. Ну, это как, не знаю, Люберцы здесь, наверное. То есть такой город-спутник. Это в целом промышленный серый город, очень индустриальный. То есть там очень много заводов. Я живу в спальном районе. Это Курчатовский район, северо-запад. И то есть самый такой якобы чистый район экологический. Ну, у нас там около 25 предприятий, которые производят всякий металл, металлургию. Вот. В целом это, по ощущениям, это такой, ну, серый, достаточно убогий город, как мне кажется. Ну, то есть там нет какой-то архитектуры, там достаточно грязно, там достаточно специфические люди. Когда мы были где-то в турах или в поездках, он мне напоминает тот же Омск, например. Ну, типа, я бы не сказал, что стоит. Ну, конечно, стоит приехать, наверное, больше ради природы. Может быть, какие-то горнолыжные курорты или озера. То не в сам Челябинск. Это не сам Челябинск. Челябинску область стоит приехать. В самом городе как бы особо... Особо делать не было ничего. Я не сказал, что там прикольно. Да, то есть можно просто человеку показать проспект Ленина, где все основные достопримечательности находятся. И Кировку. В целом все. Ну, и то, да, да, любой сам идет. Короче, вот все. То есть куда-то выезжать в пределах города, на что-то смотреть на самом деле нечего. Но в этом есть, откровенно говоря, свой тоже шарм такой бездушности, что ли. Вот. Может быть, он творческим людям помогает в каком-то смысле. Вот, думаю, так. Челябинск называют лейблоградом. Там действуют такие лейблы, как Wild Tapes Records, Disfigured Productions, RU-MF Productions и тысячи других. Чем вы можете объяснить такой интерес к тяжелой музыке среди челябинцев? Ну, это на самом деле делают все одни и те же люди. Одной и той же компанией людей. Типа Румф, вот этот он не из Челябинска, из Каштыма. Ну, как бы, да, можно к нам отчислить. А по факту Wild Tapes-то появился после Disfigured Productions. Ну, и там везде одни и те же люди. Это по факту-то, наверное, 2-3 человека. Костян, Артем и Женя. И Женя Игольников, да. Да, все. То есть нету, знаешь, какого-то массовой любви. Вот. То есть есть просто компания людей, которым интересно что-то новое делать. Да, скорее есть просто какие-то музыканты, которые хотят какие-то, да, действительно такие открывать штуки. Локальные. Ну и все в целом. Вот так. Но в то же время в Челябинске довольно много слэм-групп. Если сравнить с каким-нибудь сферическим Екатеринбургом, там условно, да, например, взять Пермский край и Челябинскую область, то там какой-то повышенный процент слэм и Brutal Dead Group на долю населения, так сказать. Да, согласен. Ну, то, что касается Перми, там вообще очень много качественного дедметалла. В Екатеринбурге, наверное, больше всякую кор-металл-кор-музыку. Ну, там, нет, почему? В ЕКБ же тоже раньше, по крайней мере, лет 7 назад было очень много крутых групп, типа Diaclast, Дно, что там, что там еще. Что-то еще. Что-то еще. Ну, вот я эти прям запомнил очень хорошо. Вот. Ну, а сейчас, да, в Екатеринбурге, к сожалению, некого особо-то и выделить с дедметалла. Есть Revoit of Existence группа. Но они оттуда? Они, да, они с Екатеринбурга, по-моему. Ну, их не будем брать в расчет, наверное. Они как к Brutal с ценой не очень относятся. Вообще, вообще, в целом. Сейчас мы же про дедметал говорим. А, ну так-то, да, наверное. Вот. Так что, да, Челябинск и Перм, наверное, самые мощные дистрикты слэминга, Brutal. Я бы, наверное, Нижний Новгород еще отметил. Там тоже хорошие банды есть. Да, да, почему нет. Ну, типа барабанщик Relics of Humanity из Нижнего Новгорода, насколько я знаю. Вот. Там есть очень крутая группа Manselvat была, по-моему, или есть сейчас. Я не знаю. Ну, я так там движуха довольно-таки крутая. Да. Seven Hatch Target, вам Brimper. А, точно, да. Ну, да. Да. А как группа называлась, которая с вами, вот вы ездили с Шуаре, Аnex и Травматомии, в Нижнем Новгороде там два чувака еще играли? Я не вспомню название. Вспомнишь название? Ну, они такие чисто домашние слэммеры. Ну, короче, да, еще какая-то там слэм-группа есть местная. В Нижнем Новгороде. С драмкой, с драм-машиной. Какими корпоректами, да? Да. Наверное, да. Там Крюгеров, по-моему, на вокале. Сергей Песков там? Да. На вокале. Да, ты прав. Спасибо за пояснение. И вот ваша тусовка из Челябинских брутальщиков. Вы в каких-то конкретных местах зависаете? Может, какой-то клуб у вас есть или паб? Да, слушай, нет, наверное. Ну, типа, мы достаточно часто тусуемся вместе на улице. Вот ребята буквально недавно ездили на Травакуль. Это там выдаем рядом с Кольштымом. Но мы, к сожалению, не смогли поехать. Да, это озеро мы были там год назад. Там достаточно прикольно. Да. На природе. В этот раз вроде все намного лучше. У них там срослось с территорией, с помещением. Ну, и вообще с условиями. Но мы, к сожалению, не смогли поехать. Ну, а так, да, мы зависаем у кого-то дома. Слушаем, пьем пиво. Обсуждаем планы. Так что, да, некоторая тусовка. Вот в ее буквальном понимании есть. Вот, как-то так. У Костяныча в Ордене все зависит. Да, конечно. Пока жена не выгонит, да? Побольше. Да нет. Не, она нормально относится. На Натали, да. Она скорее в тусовке. Натали, Натали, большой респект. Вот. За то, что поддерживает все это действие. Как-то так. Насколько я понимаю, у вас уже был опыт проведения туров, верно? Конечно. Да. И как вообще, субъективно, тяжело турить, тяжко? Миша, давай. Нет, прикольно. Ну, то есть, бывают какие-то моменты с ночевкой сложные или с передвижением. А в целом это достаточно крутой отдых. Способ отдохнуть, куда-то поехать. Новые люди, новые города, концерты, знакомства. Это все очень-очень мотивирует. Это круто, безумно. Да, ну и смена обстановки тоже играет очень важную роль. Знаешь, ну вот мы на самом деле по сей момент как будто под какими-то легкими наркотиками. Хотя ты просто смотришь на другие места, на других людей. И все. И это дает свой эффект какой-то, знаешь. Хотя, казалось бы, обычные вещи, обычного россиянина. Вот. Мы просто обычные ребята, которые там мучатся, работают. Вот. И для нас куда-то выехать там раз-два в год, это прям круто. Это отдых. Вот как-то так. Слайм — это наркотик? Слайм — это круче, чем наркотик. Вот. Потому что наркотики вредные, а слайм полезен, да? Для здоровья. А что самое плохое и самое хорошее вы могли бы выделить в турах как таково? Ну, самое хорошее, ну, вот, наверное, это играть каждый раз в новом городе, общаться с людьми. В целом ощущать всем своим утром тусовку, передвижение постоянное. Вот сейчас мы как бы находимся в Ногинске, мы еще репетируем, то есть мы готовимся. Это тоже дает свой положительный эффект, как бы другой звук совершенно. Ну, именно на репетиционной точке. Дает хороший опыт, ощущение. Вот. Плохого? Я даже не знаю, что можно выделить плохого. Наверное, какие-то организационные моменты, которые могут слететь в процессе тура, да? Когда ты на что-то рассчитываешь, надеешься, там, на 100 человек в клубе, а приходят 20. И у тебя там, ну, ничего не окупается, и ты едешь грустный дальше в следующий город. В надежде, что будет не так и будет все хорошо. Ну, наверное, плохо – это когда все что-то идет не по плану, как у нас было в Кемерово, помнишь, например? Да, да. Это был неудачный опыт, но это опыт, и он сам по себе уже неплох. А так, конечно, находиться во всей этой движухе – это просто очень круто, когда ты стоишь на сцене, чувствуешь вайб от публики, играешь, общаешься с ребятами. Это все круто, как бы это… нельзя ничем заменить, наверное, вот так. Вот. Я, конечно, понимаю, все, что было в Кемерово, остается в Кемерово. Вы когда-нибудь смогли бы поделиться, что там произошло? Да, конечно, без проблем. Давай, Миш, ты. Ну, в общем, все было так, что мы приезжали с нашей прошлой группой «Депс оф Блэк» в Кемерово, и это должен был быть такой местечковый open-air, типа сцена на улице. Мы просто приехали, а там буквально ничего нет. То есть там где-то через дорогу играет свадьба, здесь зона, где люди курят кальян, что-то выпивают. И получилось так, что мы сами искали себе аппарат, сами все это выставляли, отстраивали за свои деньги. И народу было… Ну, просто ребята, которые с нами играли, перед нами точнее. Музыканты, короче. Музыканты, в общем. Это и была, собственно, публика. Ну, и там человек 10 еще, которые остались, потому что это же все еще по времени затянулось. Да. Пришел народ к определенному времени, приехали мы, а ничего нет. То есть люди уже все стоят, как бы они купили билеты, потратили деньги. Проходят два часа, то есть с этого момента. И только вот через два часа начинают играть группы с разогрева. И мы выступили только через часов пять, короче. Это была очень глубокая ночь, насколько я помню. Был плохой звук и просто какие-то 10 случайно зашедших людей. Но сама как бы вот эта история про то, что ты, не знаю, играешь как бы музыку, несмотря даже на такие сложности, это достаточно прикольно. Но в Кемерово, наверное, будет дальше сложно с концертами. Да, потому что, кстати, был вариант просто отказаться от всего и поехать дальше в Томск. Был такой вариант. Короче, кто-то предлагал. И так на самом деле можно было сделать, потому что мы, ну и мы, я думаю, вообще никто особо ничего бы и не потерял. Ну нет, мы, короче, решили остаться сыграть. В целом, кстати, классный вечер на самом деле был. Ну да. Очень памятный такой. Мы напились, повеселились. Там девочка, наша подруга, фотографировала на пленочный фотоаппарат, знаешь, такие из 90-х, с которых фотка сразу вылезает. Вот, это было классно. Лампово. Вот. Полароид ставил сик на супер. Да. Да. А на гик в Москве вы возлагаете какие-либо особые ожидания? Или все должно пройти в штатном режиме? Именно на гик в самой Москве, да, на самом деле большие ожидания, потому что, ну, вот ребята ездили с шуарианах с травматомией. Судя по их словам, было прям максимально круто. Ну, было, да, достаточно круто. Это, наверное, был один из лучших концертов в прошлом туре с травматомией. А так, в общем, мы играли в Москве, мы, ну, как бы понимаем, что это такое, как бы здесь есть своя публика достаточно заклинелая, есть своя тусовка достаточно мощная. Поэтому все группы, которые будут еще играть, это Enemy Crucifixion и Morpho Genetic Malformation. То есть я думаю, что эти банды-то тоже ждут, поэтому народ определенно должен быть. Вот. Касаемо неглубокой могилы есть, знаешь, некоторые, не то что сомнения, а как бы… Опасения. Да, опасения, потому что мы выступаем первыми на второй день. То есть представляешь, там, ну, типа, в первый день все будут пить, уграть, веселиться, дебоширить. И все будут, очевидно, с похмелью с утра, а мы играем пол первого дня уже. Вот, и, ну, складывается такое ощущение, что будет как на этом, господи, рук над Волгой, короче. Нашествие. Нашествие, да, когда там все в грязи, еще прогноз погоды не самый хороший на эти дни, дождливый. Вот, и надеемся, что синоптики врут, и все на самом деле будет круто, солнечно, с хорошей погодой. Вот, как-то так. Подписчик в комментах спрашивал, много ли мерча вы привезли с собой? Много. Достаточно, да, достаточно. Ну, вот, последний, последний дроп мерча, который делали, там еще достаточно футболок. Осталось совсем немного кепок, дисков так получилось, что мы взяли немного, потому что закончились джавил кейсы, да и кассеты тоже. Вот, как бы, ну, футболок вполне достаточно. Плюс вот у Миши приехал тоже мерч. Да, у меня, я не так давно занялся своим дестрой, у меня тут уже мерч пришел индийской банды с эфилектами, поэтому будет очень много мерча с эфилектами, целая коробка. Вот, так что будем его продавать тоже. Мерча, мерча более чем хватает. Да, вот как-то так. Отлично. Насколько я понимаю, ваш вокалист из Златоуста, Челябинской области, аббасист из Ногинско-Московской. А трудно ли взаимодействовать на расстоянии как группе? Ну, смотри, с вокалистом мы не репетируем, то есть основная наша цель заключается в том, чтобы четко отработать инструментал-вокалист. На данный момент у нас сейчас больше как студийный, да, ну, потому что он не особо может там выезжать куда-то на дальние концерты. То есть он будет с нами в Челябинске и Екатеринбурге. Кстати, привет мы передаем большой. Вот, и... Да нет, не трудно на самом деле. То есть это наоборот же укрепляет команду в каком-то смысле, воспитывает дисциплину командную. То есть вот басист наш Богдан все отлично выучил до нашего приезда и нам вообще не пришлось тратить время на там выяснение каких-то нюансов. То есть мы приехали, все сразу играем. Так что нет, я думаю, это не трудно. Ну, костяк у нас инструментальный, то есть гитара и барабаны. Мы в одном городе живем, поэтому репетируем. В Челябинске мы постоянно вместе там каждую неделю собираемся. Два раза в неделю или чаще, или реже, да. Перед концертами чаще, естественно, репетируем. Поэтому каких-то сложностей особо нет, тем более в эпоху социальных сетей это все на раз-два. Да. Ну, вот, собственно, как, наверное, барабанщик реликсов, то точно так же. Все же ребята в Минске живут, а он здесь в Нижнем Новгороде. Вот. Так что мы смотрим на это, ну, вот на такой формат. Ребята из травматонии тоже самое. Леша и Барян. Просто ребята собираются в определенный момент, сыгрываются, все. Да это довольно-таки распространенная практика. Мне кажется, наоборот, мало кто в какой-то одной точке живет. Да. Все же где-то как-то раскиданы. Так что это, это на самом деле достаточно удобный формат, потому что тебе, если, короче, в том случае, что вся команда живет в одном городе, и вот вы выходите на репетиции, это много, короче, много нюансов. Там есть командных, когда вы тратите время на какие-то излишества. А когда ты один занимаешься, ты можешь больше концентрироваться над работой, над материалом, над прокачкой своей техники и каких-то моментов, на которые у тебя не найдется времени, если ты будешь с командой играть. Я думаю, это лучший вариант, на самом деле, существования команды. Ну и плюс, учитывая то, что жанровая специфика, как бы трудно найти единомышленников, так, чтобы была вся команда в одном городе. Вот. Такие дела. А как происходит обучение Богданам нового материала? Вы ему какие-то табы прислали или как? Да, конечно, мы ему просто высылаем гитар-про, табы, он сидит, учит дома. Все, все, да. А как вы вообще нашли его? И не надо шуток про он богом дан вам. Да. Да нет, на самом деле история с Богданом, она супер простая, этого чувака мы знаем давно. То есть мы были в туре, Богдан это достаточно, наверное, можно сказать, известный в узких кругах парень. То есть он барабанщик группы Cold Blooded Murder, он играл с группой известный Биопсихоз, он басист в группе Blood Drops, это грубовая команда тоже из Подмосковья. Поэтому он достаточно движовый музыкант, находится в самой движухе. И когда мы были в туре с Колдами, то есть мы сразу заобщались с ним, нашли какие-то точки соприкосновения в плане музыкальных вкусов. И когда мы узнали, что он играет на бас-гитаре, по-моему, это был единственный вариант, кому мы предложили. Да, да. Ну и он как человек достаточно прикольный, подходящий парень, и все, и тем более у нас еще есть чувак из Москвы, это тоже важно. Да. В принципе, вот, все. Приступим к первому вопросу, собственно. Как так вышло, что вы начали слушать слэм? Миша, давай первый. У меня будет очень длинный, развернутый ответ. Наверное, ну, это просто не могло не случиться так, чтобы я не начал его слушать. Во-первых, я прожил и родился в семье, где традиционно любят метал-музыку, рок-музыку. То есть у меня и папа, и мама ее слушают, отец коллекционирует пластинки. То есть я с детства ходил на всякие концерты. Наверное, такой, одно из самых шокирующих моментов, это был концерт «Каннибал Корпс», когда они приезжали в Челябинск. Я ничего не понял, оно было очень интересно. То есть я помню Фишера, который стоит на сцене с красным прожектором, у него волосы вот так вот здесь. Зал — это, короче, целый один сплошной мош, то есть там никто не стоит, все вот так копошится, как в аду, короче. Люди выпадают, сразу привет, всех знаешь. Конкретно, как я начал слушать именно слэм, я слушал различный дэдметал. В какой-то момент я понял, что мне нравится именно дэдметал, потому что я очень разную музыку люблю. Ну, тяжелую музыку, соответственно. И у меня произошло знакомство с такими командами, как Cryptopsy, Suffocation, Dying Fetus. То есть я больше люблю все-таки всякие техничные отправления, ответвления дэдметалу. То есть техникал дэд, брутал дэд. Потом так получилось, что я попал в группу Depths of Black, которая имеет отношение к слэм-рифингу. Потом я познакомился с Даней. У Дани есть, ну, уже была банда Инсект Инсайт. В принципе, так я постепенно погрузился в эту среду слэма. Ну и вообще, я хотел как-то, когда я начал заниматься музыкой, то есть играть на гитаре, участвовать в каких-то бандах, я понял то, что музыканты, которые в Челябинске, и которые чего-то достигли, куда-то ездят, выступают, пишут какие-то релизы, музыку. Ну, то есть наиболее движевые чуваки, которые играют именно такие направления. То есть у нас нет там, допустим, какой-то крепкой метал-кор-сцены, да, или трэш-метал-сцены. У нас типа вот есть уверенно твердая слэм-среда, скажем так. Я в эту слэм-среду просто попал, и все, и начал активно и слушать, и играть слэм. Все, то есть я просто туда упал, как в чан, короче. Так можно сказать. Как этот обелиск. Астерикс обелиск. Да-да-да, когда он в чан. В чан со слэмом. Да, вот это же упал. Там Костя сидит и говорит вот так. Да. Ну, у меня история примерно такая же. Может быть, чуть-чуть попроще. Да, я претерпевал обычную метал-эволюцию. Слушал все подряд. То есть какое-то время я слушал black metal очень. Очень задроченный, короче. Трэш. И параллельно с этим dead metal всякий, decide, mortifer, там местная группа у нас была. Ну, типа местная сцена тоже как бы мне была интересна. Ну и все. И потом Дима Золотарев, владелец печатной студии «Хребет», наверное, знаешь, да? Привет, Дим. Да, Диме привет. Он, короче, он жил в Миасе в то время, и он собирал маршрутки от Златоуста, Миаса. Ну, людей точнее, в маршрутку со Златоуста, Миаса и все, по-моему. И вот эта маршрутка с людьми ехала в Челябинск на дэдфесты, которые тогда часто проводились практически, ну, каждый год, да. Вот, и так получилось, что я с ним познакомился, и мы начали ездить регулярно на концерты в Челябинске. И первый мой вообще концерт такой нормальный, скажем так, на который я посмотрел, это был третий дэдфест. Там выступали Disfigurement of Flash, Wasteland, Putrefied Cadaver и Big God. Вот, вот эти команды. Ну, я посмотрел, охуел, и такой, да, это мне нравится очень сильно. Это сильно, да. Вот, тогда еще движуха, вообще, в целом, люди на концерты достаточно часто ходили, это был 2015 год. И наш маленький клуб, ОС, он был, ну, он называется ОС, он был забит. И там, как и на концерте Cannibal Corpse, тоже все месились, это какая-то каша была, кто-то ломал, там, носы и все прочее. Я посмотрел на это все и понял, что да, мне это нравится. Я начал ездить на каждый гик по Бруталу в Челябинск. Потом вышел какой-то, третий альбом Disfigurement of Flash, Dight of High Deus Fertility. Я охуел, и все, я понял, что я хочу этим заниматься. Я тогда начинал только на барабанах играть, более-менее как-то. Но вот с этого альбома я залип конкретно, начал переигрывать, пытаться, ну, стремиться, точнее, к этим скоростям. Вот, и так и вообще попал во всю эту тусовку. Потом я переехал в Челябинск учиться, стал барабанщиком уже упомянутой группы Dabbs of Black. Вот, все, как-то так. И музыкальный вкус развился просто до того, что я начал слушать только Брутал и только Слен. То есть мне неинтересен был какой-либо другой металл уже, мне это скучным казалось. Вот, ну, как, в принципе, и по сей день практически происходит. Так что как-то так. Как ваши родные, близкие и обычные друзья относятся к вашему увлечению тяжелой музыкой? Ну, у меня, наверное, так получилось, что у меня не было каких-то друзей, которым не нравилась тяжелая музыка. То есть какие-то ребята были в школе, потом в колледже, а родители... Я от родителей узнал, что такая тяжелая музыка, поэтому они всегда поддерживали максимально. Поэтому вообще, да, как-то спокойно все достаточно. Ну, да. Ну, у меня, в принципе, так же все адекватно. Ну, единственное, что бывает, там кто-то спросит из друзей, знакомых, что это за шум. Ну, очевидный максимальный вопрос, что за шум, типа, что за херню ты типа играешь. Что-то такое. Да, да, то есть это там не похоже на металл, который они любят, там, какой-нибудь Голливуд, Андетт или Слепнот. Это же шумовуха просто по сравнению с этой музыкой. Ну, естественно, там не понимают, вообще не выкупают. А родители, они не знают, что я делаю. Ну, типа, я никогда не включал такую музыку. Вот. Так что они думают, что я просто музыкант, что-то там делаю, катаюсь с командой, играю. Вот, как-то так. Ну, я думаю, что я и не стану показывать. Нет, у меня мама концерты наши смотрит. Смотрит? Да. За бокалами. Говори, что мы улажаем. Твоя мама знает партии лучше, чем ты. Короче, вот, как-то так. То есть таких историй, что батя находит диск демо вольвектами, что это за хуйня, расчехляет ремень? Нет, ты что, скорее всего, это я находил у бати какие-то диски там с, не знаю, с непотребствами всякими на обложках. Я такой сидел и разговариваю. То есть челябинские у батя не прон находят на кассетах ВИЧС, а находят с эфалотропсю. Да-да-да. То есть металл винил какой-нибудь старый. Да. Суровые челябинские у бати. Да-да-да. Вот. Да ты что, у меня детское воспоминание, как я себе из пластинок просто домик строю, залажу туда, короче, вот так вот. У него там, то есть коллекция, которую он сам собирает с 13 или с 15 лет. Моему бате 46 уже. То есть там у нас там просто стеллажи дома стоят. Слэм-дом. Как знаешь, как TikTok-дом, только слэм-дом. Ну, он типа не слэм-дом. Он слэм-то не слушает всякий металл, короче, старенький. И вот, поэтому, да, и кассет у меня было дофига всяких в детстве. Вот так вот, короче. А вы помните тот момент, когда захотели научиться играть на инструменте? Да. У меня он был очень тупой. У меня, короче, младший брат, он играет, ну, играл в оркестре. Он у меня младше, наверное, 6 лет. Блин, на 5, не знаю. В общем, он играл на гитаре и на балалайке в оркестре. И ему родители подарили электрогитару. Электрогитару ему подарили, потому что он какой-то сериал посмотрел, короче, по Диснею. И там, типа, персонаж играл на гитаре. И он захотел научиться играть. Все бы так просто было всегда. И Степа захотел научиться играть. Я, короче, взял эту электрогитару зомби, супер дешевую, из магазина маэстро, который в паре остановок от моего дома. Вот. И я подумал, что это было бы прикольно. А потом начал ходить к преподавателю, и как-то постепенно, ну, какая-то осознанность более-менее пришла. Ну, а так все с акустической гитарой еще начиналось, конечно. Акустическая гитара у нас просто была дома. Я просто пробовал чуть бренькать. Ну и все. Вот так вот. Короче, у меня это все произошло на этом. Ну, ты спрашиваешь про момент именно, когда... Деврика. Да, да, да. Не помню-ка я была сбит. Только у меня не с барабанами началось, я гитарист изначально. Вот, потом я уже на барабаны пересел. Я раньше увлекался геологией, ездил на съезды, на всякие мероприятия. Ну, вот у нас была компания ребят в школе. И, собственно, на одном из таких съездов чувак какой-то лобал на гитаре. А я что-то, ну, пиздюк был, естественно, там. Да я и сейчас, в принципе. То есть тогда совсем-совсем прям. Там прям совсем, да. Блин, не помню, сколько мне лет было. Лет 13-12, короче. 13 лет, а 8 месяцев. Да, да, да. Точка 8. Вот, и... Да и все, я увидел, как он играет. Думаю, вау, хочу. Все. Заставил мать отвезти меня к преподавателю. Начал играть на акустике, разбирать кавера. Ну, и, собственно, уже с эволюцией моих музыкальных вкусов я пересел на электрогитару. И на барабаны я, за барабаны я сел только в лет 16. И то это сумбурная ситуация, знаешь, такая была. Типа у нас место в Златоусте. Я что же со Златоуста? Вот, как и вокалист. У нас есть место в Златоусте. ДК ВОК называется. Дом, короче. Глухонемых. То есть там показывали фильмы для глухонемых людей. И это старое помещение достаточно. Вот. И в нем, собственно, сделали репточку. Я в определенный момент попал в эту репточку. А там была тусовка. То есть это не так, что, знаешь, как... Сейчас как мы репетируем, да. То есть забиваешь время, приходишь, репетируешь. А там постоянно тусовались люди, выпивали. И просто была комната для репетиций. Вот я оказался там. И по большей части я угорал. Там выпивал с ребятами. И тусовался как-то. И любил подбуханный садиться за барабаны. А потом, когда, вот, собственно, когда мне было лет 17, ну вот 16, я понял, что мне это нравится больше, чем гитара. И я хочу этим заниматься. Вот. Так и до сих пор занимаюсь. А сколько на практику с инструментом вы отводите сегодня по времени? Например, сколько часов в день вы занимаетесь? Ну, сегодня вот мы репетировали 2 часа, как бы из которых 30-35 минут уходит на расстановку стаффа всего. и, ну, разыграться, разогреться. Вот. То есть 2-3 часа – это среднее время. Нам 3 часов даже более чем достаточно. Мы уже все, уже выбиваемся под конец. Вот. Ну, если ты говоришь про какую-то именно самоподготовку… Ну, личную, типа, практику. Да, то это, ну, где-то полчаса, минут 40, наверное, разминка. Так же, как и на репе. Да. Потом, ну, так же, наверное, стандартно 2-3, может быть, в редких случаях 4 часа. Если ты сидишь и какой-то сложный материал разбираешь или пытаешься что-то сочинять, так это и целый день можно просидеть. То есть это и 5-6, и там дальше часов. Все зависит, наверное, знаешь, от каких-то больше обстоятельств. Жизнь. Бытовухи, дел, работы. То есть, конечно, каждый из нас, наверное, все свое свободное время. Свободное. Пытается тратить на то, чтобы подготавливаться именно к репетициям. На репетиции уже приходить, играть, разбирать материал, готовиться к туру. А так это, знаешь, это… Нет такого, что у тебя есть какое-то четкое расписание, но, по крайней мере, у меня. То есть у меня выдается время. Я играю там вот сегодня-завтра. Тем более я работал на такой работе, где у меня достаточно плавающий, непредсказуемый график. И то есть я, например, знаю свое расписание и примерно понимаю, в какое время я могу репетировать. Ну, а так, да, я думаю, у нас в здании в целом одинаково уходит время, времени на то, чтобы разбирать материалы. Ну, да, они, естественно, сложнее, потому что он барабанщик, он там не может себе установку поставить дома. А я условно могу там сидеть на диване, не знаю, залипать и разбирать что-нибудь. Или там, не знаю, поздно вечером пойти посидеть, просто побрякать на кухне. Поэтому, да, мне, наверное, в этом плане удобнее в 10 раз. Ну, я, то есть, побольше занимаюсь, по большей части занимаюсь прокачкой своих навыков, отработкой определенных упражнений там. Вот и все. И уже, ну, типа перед репетицией я могу что-то повторить, если успеваю, если есть время, по воображаемой установке. Вот. Как-то так наша подготовка, собственно, и выглядит. А как Insect Insight, получается, вы репетируете вдвоем? Да. Да. И сколько репетиций в неделю у вас обычно? Перед концертами, типа, ну, мы, очевидно, чаще репетируем, наверное, 3-2 репетиции в неделю. Вот. Для поддержания формы в среднем 2 репа у нас уходят, да? Да, 3-3. Где-то так. Чуть, бывает, чуть реже, чуть чаще, то есть. Да, то есть нет концертов, мы все равно стараемся в угоду, так сказать, жизненных обстоятельств репетировать там хотя бы 2 раза, 2-3 раза в месяц. Ну, чтобы тупо форму не терять сыгранность. Чтобы не забывать, что вообще, что это такое. Да, вот. Как обычно проходит стандартная репетиция? То есть вы сначала разминаетесь, верно? Да. Мы тратим по большей части времени на мою разминку, потому что у меня там партии не самые простые, и мне нужны разогретые руки, чтобы через там 20-30 минут у меня они не забились, и мне не было неприятно типа играть там, не напрягаться. Вот. Поэтому, да, по большей части на меня тратится время. Миша сидит, просто вспоминает партии. Это минут 30 обычно занимает. Да, у нас где-то, если мы берем 2 часа репетиции, где-то первое время уходит на подготовку, а дальше мы уже разбираем материал. То есть если это какие-то простые треки, мы их просто играем в заниженном темпе, постепенно темп увеличиваем. А если это какие-то сложные треки или какие-то сложные моменты, то бывает такое, что мы разбираем и прямо играем как под метрономах. То есть темп понижаем там типа на BPM 40, там знаешь, 35. Постепенно повышаем его, то есть играем за цикленные куски и тем самым детально пытаясь проработать материал. Вот так, наверное. Данила, как ты разминаешься конкретно? Наверное, как-то разминаешь кисти как-то? Ну да, да. То есть я сделаю, наверное, обычную, знаешь, как зарядку. Я делаю, то есть разминаю все тело, тяну все конечности, все суставы. И вот Леха Белов мне показал классное упражнение, когда там руки выворачиваются. Ты типа берешь палки и выворачиваешь так, что у тебя все суставы выгибаются и вот так в таком положении тянешься прям. Ну, такой херней позанимаюсь минут пять. И в дальнейшем это просто уделение, знаешь, по пять-семь минут своего времени на каждую конечность, на их совмещение. То есть какие-то упражнения, парадидлы, рудименты, филы играю и сбивки. Вот, как-то так. По большей части занимает именно разминка кистей, именно одиночные удары, когда... Ну, то есть я же их разгоняю в процессе репетиции. Вот, и мне надо, очень важно, чтобы кисти и пальцы были в хорошей форме. Вот, как-то так. А ты, Михаил, как-то разминаешь предплечье, может быть? Да нет, у меня какой-то типа разминки специально нет. Я просто сижу, гоняю упражнения сначала. Ну, это обычные какие-то блюзовые гаммы. Вот, вспоминаю просто рифы. Жду Даню, немного жду, там, минут десять, и мы начинаем репать. У меня каких-то специальных именно физических упражнений нет. Есть упражнения именно для руки. Ну, то есть это какие-то гаммы стандартные просто, и все. Упражнение для руки, это мне хорошо знакомо. Упражнение для руки, да. Упражнение для руки, да. Она нам всем хорошо знакома. Всем, да. А вот в плане последующих ощущений, вот, например, вы провели репетицию интенсивную, на следующий день что-нибудь болит из мышц, может быть? Да нет, нет, на самом деле. Ну, вот, был момент, когда я готовился к сдаче госэкзаменов и дипломов, вот, в июне, и я совсем забросил все, что касается музыки, репетиции, там, какие-то даже дома разминки, там. То есть у меня даже не было минут десять, пятнадцать, двадцать, чтобы поиграть. И вот когда после такой паузы, это было длительностью недели две-три, наверное. Плюс еще, ну, общий стресс, как бы, организма и своего ментального состояния. Вот после трех недель, когда я поиграл, то есть я прям пришел и какой-то сложный, короче, наш трек начал разбирать, играть. И на следующий день я охуел, то есть я никогда таких ощущений не испытывал, ну, вот, после длительного перерыва. То есть настолько, настолько все болело, что было больно двигать пальцами просто. Кистью было больно. Ну, то есть, знаешь, как будто ты сломал какую-то конечность, да, там, кистью сломно. Залечил ее, то есть прошло там время, три месяца, но она у тебя болит по-прежнему. И вот это примерно такие же ощущения. То есть не очень приятная штука. И она длится в зависимости от того, как скоро ты снова начнешь заниматься. То есть надо прям сразу продолжать как можно больше и усерднее заниматься, чтобы быстрее перестало болеть. Собственно, да как и со спортзалом, наверное. Это точно такой же принцип. Вот. А после концертов чем-то отличается физическое состояние, нежели чем после репетиции? Да, конечно. Вообще это абсолютно другое. Ну, мне, ну, лично мне, например, всегда тяжелее играть на концерте. Во-первых, потому что ты двигаешься. Я просто обычно люблю, ну, играть сидя на репетициях, чтобы сидеть и сосредотачиваться. На концертах ты иногда сосредотачиваешься на движениях, и чтобы это все было синхронно, чтобы еще как-то пытаться взаимодействовать там с публикой. Это все достаточно тяжело. Плюс в зале иногда бывает жарко. Плюс ты можешь что-то не слышать. Короче, ты тупо напрягаешься больше. Из-за этого это тяжелее. Ну, наверное, вот, да. Вот так вот. Ну, у меня единственное, что бывает, что голова болит после концерта. А так нет. Ну, у меня небольшая разница, что я за установкой сижу на репетиционной точке, что на концерте. Это, может быть, это зависит, знаешь, от натяжения пластика на бочке, на томах и таких нюансах. Но это, знаешь, не критично. То есть, единственное, в чем меняется твое состояние, это в том, что голова может начать болеть из-за того, что большие объемы звука давят на тебя со стороны. Вот. Так что нет, у меня особо нет такого. Какие-то B-Rotion наушники вы не используете, да? Ну, я использую наушники. Ну, я нет. Чисто так больше нравится. Данил, а как ты относишься к программированному ударному? Да, собственно, спокойно. У нас вот на альбоме программированы ударные. Поэтому, ну, конечно, зависит от того, насколько качественные сэмплы накинуты потом сверху. То есть, мне приятно послушать программные драмки, которые хорошо, ну, типа, забиты и качественно сведены. Вот. Так что ты, там, можешь особо не отличить. Но, знаешь, типа, есть какой-то шарм во всратых драмках, типа, в духе первого... Вульвектами же единственный альбом, да. Вот, типа... Нет, там еще, как минимум, второй был еще. Вот. Вот, короче, в духе первого альбома вульвектами, у эмбриектами неплохие банки забитые. Так что это, по большей части, зависит от качества, наверное. Но в целом, нет. Естественно, приятнее слушать барабаны живые, даже если они грязно записаны. То есть Ванзикт Инсайд на первом дебютнике опрограммированы, да, ударные? Да, опрограммированы. И, типа, мы использовали сэмплы живых инструментов. То есть мы взяли сэмплы с этого... Когда мы записывали дебютный альбом «Морфогенетика», мы взяли эти сэмплы просто, одиночные ваншоты, короче, и наложили просто на меди рисунок. Вот. Ну, по-моему, кстати, неплохо получилось в плане качества. Я, по крайней мере, доволен тем, как сэмплы звучат. Да хорошо банки звучат. Ну, то есть, да, как бы не все могут отличить. Кто-то там пишет, что классные барабаны. Ну, типа, я отношусь нормально, но лучше живые. Все, наверное. Да, конечно. В целом, нормально, короче, мы к забитым относимся спокойно. У нас нет каких-то там предвзятого отношения. Главное, чтобы это было сделано с душой, качественно, и написано самим барабанщиком. Бабанщиком, а не гитарой. Да, главное — материал. Да. Ну вот. Хэл, а как ты относишься к семиструнным гитарам? Да, тоже спокойно абсолютно. И к семи и восьмиструнным гитарам. Это больше зависит, наверное, от, во-первых, предпочтений самого гитариста, от гитарного строя и от того, что хотят играть. А так и к семи, и к восьми, и к шестиструнным гитарам нормально, потому что сейчас абсолютно... То есть, у меня у самого была семиструнная гитара, поэтому... Да, супер. Почему нет? Ты как относишься? Так... Хорошо, хорошо. Я нормально, скажем так. Я нормально. Я не шарю особо. Ну ладно. Поэтому... Какие сейчас у вас инструменты на вооружение? Если вкратце сможете ваше оборудование характеризовать? У меня беседичка классическая модель. Типа того, что была у Теренс и Хоббса. Это, наверное, кстати, вторая моя серьезная такая гитара, как раз-таки после семиструнной гитары фирмы Agile. Вот. И когда я ее приобрел, там, в звучке Seymour Duncan, то есть я ее взял, короче, такой... Она, во-первых, такой формы, необычная, достаточно неудобная. То есть ее нужно держать вот так вот, как классический, как классическую гитару. Мне было, ну, первое время неудобно, но когда я начал играть, я типа понял, что... Ну да, вот это, типа, звук тяжелее, он более колючий, предназначенный именно для дэт металла. Вообще, BC Rich — это фирма, которая специализируется на всяких экстремальных стилях, даже зачастую больше на дэт метале. То есть всякие... Чак Шульдинер, то есть Abituary, The Side. Они же очень много, кто играли на бас и на гитарах в BC Rich. Ну вот. Так, что по-моему встав? Ну, касаемо железа, касаемо тарелок, у меня микс. Вот, то есть использую Bass Forrest Crash. Это турецкий Crash, достаточно редкий. Потом у меня Crash на 19 дюймов от Mainel Classic Metal, по-моему. Ride от Mainel Classic, пятая, пятая, да, пятая China от Pasty и восьмой хай-хэт от Pasty. Вот. Рабочий я использую. Первый, но я, честно говоря, не помню название модели. Какая-то стандартная, относительно недорогая. И педаль, педаль. Я использую Cardano, очевидно. Speed Cobra. Вот. Еще Alesis DM5 модуль и триггер Roland RT-30. Вот. Это весь мой стафф на данный момент пока что. Какие палочки, как ты считаешь? Вот. Вот с недавнего времени перешел на KK Percussion. Вот сейчас очень успешная, активно развивающаяся фирма в России. Наверное, одни уже из, ну типа, одни из топовых, короче, палок в плане соотношения цена-качество. То есть там пара палок толстых 5B, которые я использую. Она стоит что-то 350 рублей. Ну то есть это достаточно дешево в сравнении с конкурентами. Там, не знаю, это Викферф те же самые, да, популярные достаточно тоже фирмы палок, но за, как бы, за такие деньги ты купишь очень примитивную модель Викферфа, которая сломается у тебя через там пару репетиций. А одной парой KK Percussion я уже играю месяц и, ну типа, я же еще наваливаю, стараюсь пробивать удары, использую римшоты часто на репетициях и палки, ну, выдерживают. Короче, я очень доволен качеством и я надеюсь, ну как, когда-нибудь дорасту до эндорсмента, надеюсь, произойдет этот момент. Суши ешь палочками? Суши? Нет, вилкой. Только вилкой. Такая же тема. А есть ли у вас инструмент мечты какой-нибудь? Супер гитара? Супер установка? Блин, да, есть, короче, я сохраняю в закладках у себя вечной гитары, которую я хочу купить. Но никогда не купишь. Да, ну потому что не стоит очень много. Ну, я был в туре, когда в Суаре Анекс травматоме, у нас у гитариста Суаре Анекс был кемпер. Вот эта штука, которая стоит 140 тысяч рублей, очень я бы хотел, чтобы это было. В общем, это по сути гитарная башка, у которой есть там куча эффектов, вообще, наверное, любые, которые ты хочешь, их можно туда загрузить, и, во-первых, звук гитары будет очень крутой, дорогой и классный, и он может быть абсолютно любой, какой ты захочешь, чистенький. И поэтому, да, наверное, я бы хотел кемпер себе когда-нибудь. А гитару? Не знаю, сейчас так, наверное, сразу и не скажу. Да, у меня на самом деле небольшой размах. Я бы хотел, наверное, иметь какой-то сет тарелок, типа Mainel Classic Custom, Metal Edition, или Zilgen K-Custom, по-моему, так называется. Вот, Cardan, наверное, Trick Dominator. Касаемо рабочего, не могу даже, честно говоря, сказать. Я думаю, что я бы хотел иногда себе крафтовый рабочий сделать, просто это тоже не дешевое удовольствие, поэтому пока я играю на том, что есть. И меня, в принципе, вполне устраивает то, что у меня есть достаточно неплохой сет, кайфую сам от него. Вот, ну, когда-нибудь дорасту до чего-то большего, надеюсь. То есть, вот. А есть ли какие-то музыканты, на которых вы равнялись в ходе освоения инструментов? Да, да их очень много, наверное. Мне всегда нравился Джеймс Мёрфи, американский гитарист. Наверное, знаешь такого, да? Ну, типа, вообще легенда экстремального металла. Я всегда был фанатом Алекса Сколника из «Тестамент». Ну, типа, таких. Мне очень нравится стиль Эрика Линмарка, «Дитсу Флэш». Ну, Терренс Хоббс, вообще, само собой. Типа, ну, наверное, такие, да, легенды. Ну, да, стиль, наверное, Джеймса Мёрфи мне всегда нравился. Такое сочетание джазовой школы и такого старого трэш-дэт-металла какого-то, вот. Наверное, так. Так. Блин, ну, если говорить о людях, которые как-то вдохновляли в процессе обучения, да, об этом же речь у нас. Больше всего, на самом деле, оказывают влияние лично на меня люди, которых я вижу именно вживую. То есть, понятное дело, там, Джордж Коляс какой-нибудь из Найла. Да, вообще, весь металл, откровенно говоря, да, весь металл, который я слушал, барабанщики, они как такового-то влияния, наверное, не оказали. И, как я уже сказал, больше всего меня впечатляло то, что я видел вживую. И это, наверное, ну, Рома Тютин, я когда увидел, как он вживую играет на концерте Бианоизов. Я, конечно же, не понял, что это вообще, что это такое, типа, ну, это, короче, оставило определенный отпечаток на моей памяти. Вот, Рома Тютин, барабанщик Disfigurement of Flash на альбоме Dight of Hades Fertility, Денис, не знаю, как фамилия, он еще барабанщиком Бигота тоже был, вот, тоже в каком-то смысле оказал влияние. Блин, да даже вот так вот какого-то конкретного человека не вспомнишь. Я знаю, кто сейчас точно мне нравится. Это Элой Касагранда, это современный, ну, типа, нынешний участник сепультуры. Вот, и у него очень, очень необычный стиль, такой размашистой и агрессивной игры. А Игорь Кавалера не нравится тебе? Не, я как-то никогда на него внимания не обращал. Может быть, понравится, если... Я просто видел, как он вживую играет на мажорке. Вот, блин, кого бы еще-то вспомнить. Нет, пожалуй, все. Наверное, я немного видел вживую крутых барабанщиков. Вот. Так что как-то так. А как ты отреагировал на недавнее известие о смерти Джо и Джордисона? Расстроился? Ну, как тебе сказать, я не то что расстроился. Я охуел, конечно же, как и все, наверное. Кто так или иначе причастен к металлу, к драмингу, тем более. Я очень не люблю все эти флешмобы памяти, типа Рип, черные картинки, Джо и мы тебя любим. Вот, я это не очень понимаю. И я думаю, что если ты действительно как-то чтил, тебе же не обязательно. Зачем вообще кому-то знать о том, что ты скорбишь, да? Типа, ты же не делаешь это с целью кого-то там проинформировать, что ты знал, кто такой Джо и Джордисон, что ты его любил, слушай. Вот я, например, когда, ну, типа он умер, я просто ходил, слушал весь день, ну, типа дебютный альбом «Слепнот» и все. И, по-моему, это, наверное, самый лучший способ отдать какую-то дань памяти человеку, который оказал влияние на весь экстремальный металл и драминг в частности. Вот. Спокойно отношусь, короче говоря. Люди умирают. Ты солидарен с твоей точки зрения, что драмеры, например, «Металлики» и «Кеннибл Корпс» ни о чем? Слушай, как раз-таки недавно смотрел видос, наткнулся про барабанщика «Металлики». Он сам откровенно признает, что он далеко не самый лучший ударник. Он же больше там как менеджер присутствует, насколько я знаю, насколько я понимаю. Вот. И мне кажется, ему, ему, типа, вообще плевать. То есть он выполняет свои основные функции, а зачем ему еще куда-то? Зачем ему еще чем-то большим быть, если он знает все то, что нужно? Вот. Поэтому мне откровенно как-то все равно. Здесь, наверное, достаточно сложно судить, потому что там какой-то совсем другой уровень вообще всего шоу-бизнеса. И мне кажется, там барабаны у таких артистов. Либо гитара вообще не на первом месте далеко. Как бы это же уже очень-очень давно, ну, именно шоу-бизнес. Поэтому он играет партии «Металлики» и «Супер Емой». Что он их играет. Да, ему от этого достаточно было. Все. Да, я вот, ну, типа, неоднократно слышал там в комьюнити драймеров про… Как его зовут-то? Ларс Ульрих? Ларс, да, Ларс Ульрих. Про Ульриха, что он такой плохой, такой секой. Да, типа, ладно. Ну, типа, зачем вообще на это? Да пофиг. Зачем реально обращать на это внимание? Ну, типа, ты любишь «Металлику»? Я люблю «Металлику». Да супер, ну, типа, все. Ну, мне, типа, да, вот мне все равно. И поэтому я и так и отношусь. А по типу «Каннибал Корпс» да там, скорее всего, больше суть, наверное, в очень прямолинейных тупых партиях. Да и, ну, типа, в их стиле, в их жанрах. То есть, опять же, зачем барабанщику «Каннибал Корпс» начинать играть в партии «Дис и Лавит» там какого-нибудь? Зачем он это ему? Он у него уже, типа, старый чувак. У него есть свой стиль, наверное, все. Да, он понимает, что на следующем альбоме «Каннибал Корпс» не будет «Дефит Сенити», типа, и ему не нужно будет. То есть… А так, конечно, респект и Ульриху, и барабанщику «Каннибал Корпс». Похуй. Ну, да. Как вам кривой драйминг ударника «Артерия Рапшинга»? Слышали? «Артерия Рапшинга»? Ой, супер, он это очень вкусно делает. Типа, это тот случай, когда это все настолько плохо, что это хорошо. Ну, типа, вот. Кривой драйминг. Короче, про кривой драйминг, что можно сказать. Я сам далеко очень неровный драймер. И когда мы писали с «Disfigurement of Flash» последнюю эпишку, там еще «Артворк» от этого «Ворд» «Ворд» «Педро Сенов». Ты, да там, типа, человек, даже который не барабанщик, просто, может быть, музыкант со стороны, он услышит, что там очень много кривизны и непопаданий, там, типа, рабочего в нужный такт или тарелки в нужный такт. Потому что мы писали без живой бочки, то есть бочка была забитая, все остальное я играл под бочку. То есть даже не надо слушаться, там есть кривые моменты, но в этом, как уже Миша сказал, в этом есть свой шарм. И я сейчас слушаю, типа, и понимаю, что это формируется в определенную фишку даже какую-то, когда ты смещаешь на, там, микродоли, опять же, не намеренно, типа, а просто из-за того, что ты кривой, типа. Да мне вообще кажется, что это, типа, делает металл металлом, но, типа, здесь же не все, не должно быть все, как, не знаю, в консерватории в какой-нибудь чисто попадать везде. Да, наверное. То есть в этом должна быть какая-то доля панк-рока, что ли. Типа, ты должен немножко делать не так чуть-чуть. Немножко грязь. Немножко грязь, да. Ну да, это же дед металл, а не опера, нахуй. Слушай, а как образовалась группа Insect Insight? Даня рассказывает. Короче, да, собственно, ездили мы на эти фестивали, на дедфесты. На тот момент я уже играл в коллективе. Мы играли смесь всего, наверное. Это Black, типа, дед с грумом смешанной. Короче, мешанина, но прикольная. Ну, я просто понимал, что, типа, у этого, наверное, проекта нет особого будущего. И тогда я начал слушать, точнее, когда я начал Brutal слушать уже потихоньку эту всю тему вливаться, я понял, что да, я хочу собрать свою команду, несмотря на то, что ребят, типа, в Златоусте, ну, кого-то можно найти, но я нашел, типа, гитариста, тоже чувак, Кирилл, привет ему передаю. Захотел поиграть, все, типа, мы собрали команду из четырех человек. Первое, на что мы сделали кавер сначала, на Вайзерал Диск Горж и на Паразитик Экулейшн. Вот. Постепенно начал формироваться свой материал какой-то. В основном им занимался я. Вот. Ну, типа, так как меня бесило, типа, в одну каску, типа, я задрачивал гитариста. Гитарист хотел немножко другое играть. И вот на фоне этого, типа, он ушел потом, потому что я хотел играть более, ну, типа, нестандартный слой, что ли, какой-то с влиянием тех, ну, типа, тех death metal групп, brutal death metal команд, вот. Да, собственно, мы, типа, сформировались, сформировались первые какие-то демки. Мы начали даже выступать, то есть были выступления в таком составе, старые, в 2018 году. Вот. Собственно, я потом переехал учиться в Челябинск. Немножко проект был переведен, ну, в заморозку, да, там, в написание материала. Плюс я начал очень активно играть с Dubs of Black. Мы турили, там, репали, и у меня, по большей части, не было там времени на свой проект. Вот. Когда ушел гитарист, и, по сути, там, какой-то период остался только я, и вокалист. Басист у нас тоже быстро, типа, слился. Я занимался написанием материала, просто в одну каску, типа, сидел. У меня не было гитары, ну, электрогитары, вообще не было ничего. Я писал весь материал на акустической гитаре батиной. Вот. И просто забивал в ГП, и так на протяжении, вот, двух с половиной лет написался целый альбом. Потом Миша появился в команде. Мы там, мы что-то делали над альбомом с тобой, я не помню уже. Ну, я помню, как это было. Это, типа, позвал меня на гитару и понял, что я это не вывезу, короче, смирать. Не, я про то, что какие-то моменты мы редактировали с тобой или нет. Нет, ничего не было. Короче, вот, то есть я позвал Мишу, был готовый альбом. А, мы выпустили промку до этого еще, которая на «Дисфигурде» вышла. Да и все, как бы, планировали, типа, там, через годик альбом сделать, но жизненные обстоятельства захотели, там, по-другому. И все это растянулось на полтора, на два года. Ну и вот, собственно, потом своими усилиями там все записали, свели кое-как. И уже выпустили на Горхаусе. Вот, как-то так. Поэтому, да, на самом деле, обычная история формирования обычной команды, как и у большинства. Ну, мы просто с Даней-то играли раньше вместе, очень хорошо были знакомы. Ну, да. Как бы подсознательно, наверное, даже сыграны чуть-чуть. Ну, то есть очевидно, что он должен был стать гитаристом. Да, как бы, я сначала очень скептически к этому относился, потому что у меня просто таких планов не было. Это, во-первых. Во-вторых, материал на тот момент для меня был техничным, поэтому был такой вариант, что я должен был писать гитару, но я понял, что я это не осилю. Записью в итоге занялся другой человек. Я позже записал бас на этот альбом, потому что так получилось, что я его записал. И все, я так попал в команду. У нас какой-то более-менее четкий образовался костяк инструментальный. Ну, и так, ну, и начали работать. Ну, да. Вот и все. Чипотово. Собственно. Какой-то новый материал вы уже сочиняли совместно или пока не довелось? Ну, типа так, чтобы прямо вместе сидеть, работать, нет. То есть пока что в том же духе, что и писал с альбом, все происходит. То есть я занимаюсь сочинительством, но это достаточно редко сейчас происходит. Опять же, там, в силу каких-то жизненных обстоятельств. Ну и плюс, типа, у нас, вот сейчас у нас тут, да, мы сейчас больше озабочены тем, чтобы сыграть, и все было четко на предстоящих концертах, чтобы максимально, короче, пользы выжать из этого всего, там, видосы наснимать. Просто заявить как-то о себе, как о молодых чуваках, которые... Это вообще на самом-то деле до этого недалеко. То есть я думаю, что вскоре мы просто... Придет то время, когда мы начнем делать новый материал. Естественно, мы будем делать его вместе. Типа, ну это, скорее всего, будет в том формате, что Даня придумывает какой-то основной каркас для рифинга. Я дальше его там дорабатываю, либо меняю как-то под себя, либо что-то свое добавляю, убираю. Ну и вот так вот, типа, такой симбиоз примерно. Материал, короче, будет похож на... Короче, знаешь, взять 20% или 20-30% дизентомба. Процентов 30% травматомии и процентов... Процентов 10% дефиценте. Ну и процентов 10% реликсов, да, наверное. Ну вот дизентомб, типа реликсы. Да, что-то такое. Да, ну и... Не знаю, типа... Это, скорее всего, будут те же грувы. Да. Может быть, немножко в какую-то... Разбавленные, короче. В ломаную сторону, наверное. Да. И мы больше, наверное, будем работать над звуком, более аутентичным. Более аутентичным, да. Потому что мы... Ну, на данный момент, вот-вот, прям, если с нынешней точки зрения смотреть, мы не... Не сказать, что на 100% довольны, там, типа, звуком. Что он в оконцове получился очень модерновый достаточно. Вот. И, там, ребята, кто-то, наверное, на Ютубе даже пишет, что, типа, я слышу элементы дедкора, там, типа, звуки и прочее, прочее. Ну, ладно, как бы. Просто мы даже сами не ожидали, что получится именно так. Вот. Обстоятельства и, там, работа со звукачем сделали, вот, свою работу. И получилось то, что получилось. Ну, как бы, на самом деле большинство, довольно большинству зашел именно такой формат звука чистого, супер, ну, там, типа, не прям, не прям, там, не знаю. Да, типа, звук-то неплохой, сам по себе. Ну, звук-то такой, да. Он хороший, но он не брутал, типа, не тот, который мы хотели. А мы хотим брутал, да. И поэтому на следующем релизе, ну, очевидно, будут живые барабаны, будет более грязный, аутентичный звук. Артерия рапшина. Нет, конечно, не артерия рапшина, но что-то более, да. Тяжелое. Будет, наверное, Саша Боровых заниматься звуком, потому что, ну, Челябинск, все нам, все ближе к тому же, Саша Боровых. Вот, так что как-то так. Это будет, короче, эпишка. Мы уже даже продумываем, более-менее придумали концепт к ней. Вот, в отличие от альбома он будет. Ну и все. Надеемся, что, ну, так же, наверное, на Горхаусе выйдет. 5-6, нет, не 6, но 5 треков, наверное, будет. Ну, 4-5, наверное. Да, где-то так. Такое, типа. Да, в целом, там, мы, наверное, сейчас приедем и будем этим заниматься, по сути-то. Да, наверное. С сочинением материалов. Наверное, да. После тура, то есть, там, сгребем все в кучу, все, что набралось за тур, выложим это, будем заниматься, да, работаем над материалом. Как-то так. Надо будет еще мне альбом «Норфогенетика» писать. Так что и после, то есть, будет небольшая пауза, наверное, и мы потом уже будем в активном темпе писать альбом. Ну, не альбом, а эпишку. Как-то так. То есть, какие-то комментаторы на YouTube обнаружили у вас элементы дедкор, наверное, написали заявление в слэм-полицию. Да, да. Слэм участковый, проводил проверку. Слушайте, а что означает название «Insect Insight»? Да, слушай, на стадии, опять же, формирования группы, когда вот мы с гитаристом сидели, думали, а как назвать? Ну, я, слушай, я не помню, он предлагал какие-то там «Ectomy» названия, вот, а я такое не очень, как бы, котирую. Именно в том, в том плане, чтобы я что-то подобное делал, типа, ладно, есть охуенные группы с «Ectomy» названием, но… Например, «Ectomy», «Ectomy». Например, «Abominable Devormant». Вот. Ну, я, короче, просто решил подумать над названием, и в один прекрасный день оно само в голове появилось. То есть, хотелось все-таки, чтобы в названии была какая-то и игра слов, и концепт, и… То есть, не было такого, что, типа, ты подумал о нем, и такой, ну, ладно. Хотелось бы, чтобы ты подумал, и такой, ну, здесь что-то есть, наверное, ребята что-то хотели сказать этим. Вот. То есть, можно воспринимать и буквально, да, как насекомое внутри. Ну, буквально я имею в виду в рамках жанра, да, в рамках гор тематики, в рамках расчлененки. И, кстати, ну, немногие используют тематику насекомых на самом деле в брутали. И я подумал, почему бы и нет. Это же реально противная хуйня, типа. Типа, мне противно, вот, когда я вижу какую-нибудь там мразь, блядь, с лапками. Вот. И представляешь, как оно внутри? Да, типа, ну, в то же время и какой-то очень-очень грубо философский подтекст о человеческой ничтожности хотелось заложить. Поэтому я подумал, что насекомое внутри – это подходящее название. Вот. Так что, ну, мне оно до сих пор нравится, на самом деле, поэтому. Если временем проверено, значит, не зря я выбрал его. Так что, как-то так, Виталь. Можно в социальной плоскости трактовать, типа, насекомое – это ройное животное, а человек – существо социальное, и под приматом, догматом общества он может, соответственно, превращаться в винтик бездушной государственной машины, будучи там солдатом или потребителем, там, что угодно. Да, да. Я даже… Неплохая версия. Даже об этом не думал, кстати. Ну, как вариант. А с Intel Insight это никак, да, не связано? С чем? Intel Insight, типа, слоган процессоров Intel. Не, в счет того, как у меня есть, аналогия была Intel Insight, Insect Insight. А, нет, слушай, нет. Можно даже лого вам захуярить на стикера. За этим же шрифтом Insect написать. Ну, всегда кто-то хочет сказать Insect Insight. Insect, все говорят, да, постоянно шуток, миллиард на эту тему слышим. Но это не все, это какие-то такие уже… Да. Какие-то такие, да. С проблемами, так скажем, люди. А как вам сотрудничество с Григорием из Fear and Sorrow Brutal Design? Гриша охуенный чувак. Гриша, привет. Привет. Вот. Слушай, так получилось, что я выиграл логотип, собственно, у Гриши. Да? Да. Ну, типа, первый логотип, который у нас был. Точнее, не самый первый. Слушай, самый первый там вообще пиздец. Типа, там я нашел каких-то чуваков, бесплатных дизайнеров, которые за все брались. Вообще им не важно, что было рисовать. И то есть там, ну, типа, там реально ублюдский логотип был. Короче, там такой мультяшный насекомыш с лапками. Знаешь, как эмблема Человека-паука старого? Типа, такой толстый паук с лапками. Короче. И, типа, в форме, точнее, паук, название в форме паука. Покажешь потом? Потом, да, покажу как-нибудь. Может, не комментируешь. Там ноунейма, там Стив Кроу какой-то писал. Да, да, да. Скису из-за корючки ебучие. Вот. Потом я тебе скину тоже, может. Вон, покажешь. Вот. И я выиграл от Гриши логотип. Он мне накидал. Я такой... После вот этого паука у меня, конечно, я охуел. Типа, вау, классный логотип. А потом что-то он меня так заебал. Типа, и я подумал, что надо бы сменить. И тоже подумал, почему бы к Грише не обратиться. Потому что у него есть очень, типа, достойные работы. Например, мне очень нравится логотип, который он делал для Science of Omnisight. Группа такая у Inherited издавалась как раз-таки. Да, у него много крутых лого, вообще. Да, для манифестинга, ну, типа, для манифестинга Psenity мне тоже нравится лого. Для группы российской, но они дедкор играют, тоже, наверное, слышал, хатами или хитами, как-то так, группа. Тоже очень классный логотип. Короче, если залезть в его альбом, то там есть за что зацепиться глазом. И, конечно, то, что Гриша нарисовал вот второй логотип, это выше всяких похвал, потому что очень многие хвалят и на Фейсбуке, там кто-то спрашивает, типа, ребята, где вы делали этот логотип? Что за команда? Там, если кто-то в нашем мерче стоит, что за команда на футболке? Классный логотип. Ну, он реально охуенный. Типа, ну, кстати, когда я, Гриша, скидывал то, что я хочу видеть, я скидывал некоторые логотипы Стива Кроу. По-моему, Ominous Scriptures же Стив Кроу же, да, рисовал? Вроде бы да. Вот. И, короче, еще есть там один Индонесс, но я уже что-то хеми, что-то там, короче, длинное. Хереми тоже. Да, 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 вот этот чувак, он же логотипы тоже рисует и очень-очень крутые достаточно. Знаешь, еще для кого логотип классный? Этот Стив Кроу рисовал. Интра-краниал. Что ты? Короче, вот у нас есть трек Интра-краниал Инфекшн, а есть индонезийская группа, по-моему, Интра-краниал. Паразайт, нет? Вот, да, Интра-краниал Паразайт. Вот, тоже Стив Кроу рисовал и тоже логотип охуенный. Короче, мы максимально довольны работой с Гришей, он уже как просто товарищем стал, мы с ним общаемся периодически, да. Думали, вот если, у нас же тур-то должен был быть по Сибири и вообще, ну, там, городов сколько, 12 должно было быть, а не 5, сколько мы имеем по факту. Короче, плюс еще столько же городов. Да, практически, если не в, ну, типа, если не в три раза больше, и тур там должен был быть с Цефали Кэмпьюрити, с Суари Анекс, да. С Суари Анекс, да. С Кравматомия и Мессик Тенсоид. Да, типа, и, блин, типа, мы должны были ехать в Сибирь, вот мы даже запланировали с Гришей там пересечься, потому что он как раз в Новосибирске, по-моему, тусуется до сих пор, вот, так что классный чувак. Я с ним вообще постоянно держу связь, он делает дизайны и макеты для моего дюстро, поэтому, ну, типа, он, видишь, еще в чем прикол, то что он, во-первых, нашего возраста, это упрощает намного контакт, что можно в любое время написать, он там все ответит, быстро сделает. И, во-вторых, он очень хорошо шарит в специфике музона, в специфике брутала, слэма и вообще того, что нужно сделать. Поэтому, а я люблю таких людей, которым не надо, типа, объяснять, что надо сделать. Они сами прекрасно видят, типа, как боровых со звуком, короче, работает, он, типа, сам понимает, что надо сделать. Так и Григорий Гор тоже ему, типа, даешь задание, он сразу, ну, типа, прекрасно тебя выдает. Вот лучше, чем у тебя у самого в голове нарисовано. Это круто все. А как вам сотрудничество с местными лейблами Disfigured Productions и RUMF Productions? Понравилось? То есть Disfigured, Disfigured? И второй. А, RUMF. Слушай, ну, с Disfigured получилась такая история, что мы выпустили там промку, вот, вроде, как бы, все заебись, но просто на стадии уже формирования, наверное, окончания работы над альбомом я очень много думал над вообще будущим команды. Я прекрасно понимал, что это будет живой состав полностью, который будет турить, активно чем-то заниматься. Disfigured на тот момент, ну, и сейчас достаточно пассивным лейблом остается, который периодически делает какие-то анонсы переиздания, там, я не помню, по-моему, из последнего, вот, что я помню, там выходило переиздание Бегота, ну, типа их дебютника, ну, там, с мерчом и на кассетах, по-моему, что-то такое. Ну, то есть достаточно пассивная команда, и я понимаю, ой, команда лейбл, короче, в плане, там, деятельности в социальных сетях. Вот, и, да, я понимал просто, что, ну, типа, нет, нам такой формат не очень подходит, нам нужно что-то... Просто мы понимали, что как бы какого-то особого движения не будет, и просто так само собой получилось с течением обстоятельств, что мы попали на Горхаус. Типа, сам-то лейбл-то неплохой, и, типа, чуваки, которые ими занимаются, тоже. Румф, он занимается чисто, мне кажется, дистрибьюцией. Ну, для нас, типа, он занимался дистрибьюцией на площадках. Да, на площадках. Вот, а в целом-то там вообще, по-моему, брутальных релизов не выходило, кроме тоже цифровых декомпозишенов и трейлс. И все вроде. Типа, как-то так. Хотя на самом деле... Потенциал есть. Ростер у Disfigured Productions был, ну, типа, из хороших команд состоит. Мне очень нравится Cephalitis by Torch из Владивостока, ребята, там, проект. Ну, очевидно, Begot. Это, типа, один из лучших, наверное, релизов по Бруталу за последние, я не знаю, но за последние... В СНГ, да, точно. Типа, пять лет. Да, в каком-то там году, в шестнадцатом или в семнадцатом вышел альбом. Вот, это же очень... Ну, вот, очень крутая команда. А потом, что там? Roofless, Rathless, Inhumanity. Из Японии, по-моему, да. Вот, тоже неплохой грувец, Нью-Йорк. Вот, так что до потенциала, конечно, есть. Но вот получилось так, что мы решили поменять. Место нашего обитания. А вы сами рассылали предложение о выпуске альбома лейблом? Или Карлос из Горхауса на вас вышел с как-то самостоятельно? Короче, да, типа, изначально я занимался тем, что я писал Rising Nemesis, я писал Amputated. Vaisas Instinct я написал. И кому-то еще, короче, я не помню. А, ну, Игорь Хаус. Ну, вот, собственно, Игорь Хаус один и ответил нам. Хотя я ребятам всем писал и на почту, и в Фейсбуке, и, да, хз, типа. И они просто прочитали, и все. Я думал, ну, очевидно, что мои, наверное, действия какие-то были неправильные, потому что тот же Димон из Reality Fade, насколько я знаю, он не любит, когда просто вот пишет чувак, там, типа, здорово, можно у тебя издать там релиз? То есть надо к этому ответственно же подходить, когда ты письмо составляешь с демками, со всей информацией про группу. Может быть, я чего-то не договорил, там, не дописал, не в нужном формате что-то сделал, скинул, и просто, ну, типа, проигнорировали, и все. А Карлос, он что-то отреагировал такой, я ему закинул демки, он сказал, материал серьезный, классный, ну, типа, потенциал есть. И все, типа, спасибо Костяну Чуварди, он помог нам в этом плане очень хорошо. Ну, и, типа, мы рады, что мы на Гурхаусе. Мы не ожидали, что так все повернется хорошо. И очень крутой лейбл, очень активный, ну, достаточно в социальных сетях, вот. Дистрибьюция по миру у него хорошая. Хорошие банды издает. Хорошие банды в Ростре, да. Короче, классно, ну, и сам Карлос классный чувак в целом. Вот, поэтому мы максимально довольны, и, ну, типа, по контракту наши альбомы будут выходить дальше там. И все последующие там, типа, релизы в рамках трех альбомов. Возможно, да, даже в скором времени будет винил с вот этим. Да, потому что он говорил, что, ну, типа, классно, альбом расходится, типа, покупают, и он делает винил. Так что скоро приедет винил еще к нам. Как-то так. А контракт на подпись физически он вам присылал? Физически нет. Вот, ну, то есть только в электронном все в формате. Подписывал. Вот. Ну, кстати, из тех лейблов, что вы перечислили, Rising Nemesis, Аппетит Атвейн и прочее, вот, Горхаус самый живой, самый бодрый. Поэтому, если они либо за слово почили с ответом, либо не прочли, либо провтыкали, это даже и к лучшему, потому что Горхаус самый норм вариант из всех. Короче, Вайшес Инстинкт. Я как-то просыпаюсь утром от того, что мне уведомление приходит, смотрю, Вайшес Инстинкт, типа, пишет, чувак, классный материал. А я уже с ним переписку даже удалил, типа, я забыл про это. И он пишет, классный материал, но, типа, у меня сейчас некогда. Это произошло спустя полгода, то есть он мне только ответил. Ну, ну, ладно, чего, чувак. Ну, Аппетит Атвейн – это же такой консервативный лейбл, мне кажется. И мне особо интересно вообще в социальных сетях что-то делать. Да там... Старенький, да, старенький. Я уже не помню, как зовут? Масакатсу. Масакатсу, да. Он же мужик, уже им там 50 лет, по-моему. Вот, у него семья, дети. Ну, они же больше, да, для внутреннего рынка все-таки работают. Мерча нет там. Но я слышал, что... Мерча вообще нет? Я хоть знает, как он завлекал всяких там веки декадовар и прочих. Цифалотра все без мерча, блядь. Загадка. Ну, опять же, как бы... Школьницами на японском... Это мы вырежем. То есть Костян говорит, что Масакатсу – классный чувак. Ну, пообщению он норм, ровный чел. Я не понимаю, смысл, если там мерча нет. Просто в стекле диск охуенно. Может быть, статус... Япония – загадка. Статус определенный. Просто закрепил за собой. И ярлык, типа, то, что мы на Amputated, там, для команды что-то может значить. Может быть так, наверное. Да, хз. Да. Короче, мы очень довольны Гурхаусом и работой с ним. Как-то так. А что означает название альбома The First Shining of New Genus? Что? Опять же, когда Same Sheet, как говорится, как с логотипом. Ну, я, типа, когда придумал, я хотел, чтобы какая-то игра слов и смысловая тоже нагрузка присутствовала. Ну, вообще, переводится, типа, а как первое сияние нового рода. Ну, и название в первую очередь, наверное, говорит о зарождении команды лично для меня. То есть это первый альбом серьезный, там. Для меня это, ну, лично какой-то большой шаг был. Вот. Ну, и плюс это, опять же, очень, ну, созвучно. Я люблю длинные такие, знаешь, названия без, там, без использования каких-то примитивных слов. Типа, там, Abominable и Devourment. Вот. Ну, и, ты не знаю, опять же, не бывает такого, что я сажусь, знаешь, там, с кружкой чая и думаю, так, надо придумывать название. Ну, хотя, нет, у нас же был вечер, когда мы сидели на звании. Ну, да, да, но это на самом деле все полная хуйня. Типа, так это не работает, как я уже убедился. И это приходит абсолютно внезапно в любой момент времени, в любом состоянии. Ну, мне кажется, знаешь, что пребываешь в такой просто какой-то мыслительной сфере, короче, у тебя летают постоянно тексты песен, названия, группы. И из какого-то такого облака идей к тебе приходят какие-то прикольные вещи. Что-то свое. Ну, и опять же, название The First Shining of New Genus. Он просто прикольное. Оно прикольное, и оно... Его можно, короче, связать с определенной, там, типа, сай-фай, допустим, тематикой, там. Или если смотреть на обложку и читать название, ну, никаких вопросов не возникает. То есть все понятно, типа, сияние нового рода, чего-то, каких-то тварей безбожных, которые возродились, так сказать, из-под недр земли и пришли в этот мир за нашими женщинами. Аминь. Аминь. Вот так вот. А заказать обложку у Аги Паракасума придумал Карлос? Нет, это я тоже придумал. На самом деле, работа с ним мне вообще, ну, типа, не понравилась. В том плане, что... Короче, он долго ее рисовал. Он рисовал ее полгода примерно. То есть мы были на дисфигурде. Дисфигур часть, там, денег закинул за нее. И мы ждали полгода, пока этот чел там вообще на связь выйдет. То есть бывало такое, что он реально там на три недели пропадет и не отвечает вообще. Ну, типа, нам уже надо доделывать. И все такое. Вот. И потом я уже... То есть это, знаешь, это как через посредника, через Артема Чужельникова, который, ну, собственно, дисфигурды держит. То есть через него это все редакции проходили. И я уже заебался и такой просто сам ему написал. Типа, все сказал, чел, ты тянешь пиздец, давай уже доделаем спокойно и все, разъеднемся. И то после этого, через месяца полтора мы только закончили. Хотя это был первый опыт работы над обложкой, да. И я думал, что это норма, типа, столько времени. А оказалось-то, что это нихуя не норма. И типа, в среднем обложке рисуется за месяц-полтора, да. Ну, вот ты там для Эквиволка тебе Тартус рисовал. Ну, да, тоже долго. Ну, месяца три, да, рисовал. А, ну вот, ладно, типа, у Миши тоже такая ситуация. Но я знаю, что Дейморф в месяц рисует, например, в среднем. И типа, как мы с тобой очень много обсуждали тему того, что... Художнику не стоит максимально детально говорить то, что хочешь ты увидеть. Лучше художнику закинуть альбом послушать, чтобы он сам нарисовал. Мне очень нравится, ну, и нравилось, и нравится его рисовка, его стиль. Особенно, вот, одна из последних его работ просто пиздец. Ну, типа, это же шедевр. Дэдметал искусства, дэдметал артворкинга. Релиз, короче, на Brutal Mind вышел, там, сплит двух команд. Не помнишь, там, типа, такая двусторонняя обложка, одна сторона красная. Я не помню, как называются команды. Consumpt и Digging Up? Да, да, вот, Consumpt и Digging Up. Отлично, ну, типа, охуеть, классный. Отдельно арта ты видел? Отдельно, ну, типа, они же там полные, да, есть, я так понимаю. И на самом сплите по половинке арта, да, взято с каждого. Нет, полные я не видел, но мне больше нравится тот, где чувак, типа, за лицо держится. И у него там что-то вытекает у него из глаз, такая голубая, короче, в темных оттенках. Классная обложка. Да и в целом у него очень много крутых работ. Вообще, да, мы, типа, зданий, пока художники рисовали обложки, думали, а как, типа, лучше, ну, прям, максимально четко обрисовывать художнику, что ты хочешь, тем самым загоняя его в рамки. Либо, наоборот, типа, чтобы у тебя не было каких-то ожиданий, говорить, блин, рисуй, и он там рисует полный вообще... Условно там нарисуй нас, да. Нарисуй монстра, и он тебе, говоришь ему, нарисуй монстра, он тебе нарисует монстра, вот, которого он видит. Ты можешь уже там потом как-то что-то поправить, да, если тебе не нравится. А вот когда я прям детально ему расписывал, какого конкретно монстра в какой обстановке, с какими вторыми там старостепенными персонажами, ой, это, это, короче, тоже была ошибка, наверное, с нашей стороны. Ну, типа, у тебя в голове есть просто представление определенное. Да, да. Он тебе кидает скетч, и там уже все по-другому. Да, да. И здесь, наверное, лучше обрисовать в каких-то общих моментах, и чтобы он дал, наоборот, себе волю и нарисовал что-то действительно крутое, нежели у тебя в голове есть какие-то ожидания, которые ты просто в тексте сообщения не можешь ему передать. Даже если ты примерно накинешь там где-то в пейнте, оно все равно будет очень сильно отличаться. Ну, я, кстати, так и делал, на самом деле, я же, я прям рисовал отдельные доски арта, сфоткал ему, типа, и просто, и все. Вот, короче, мы, по большей части, довольны, потому что мне окончательный вид артворка нравится. Ну да, мне тоже очень. Помимо, знаешь, каких-то конкретных вот моментов, если на них не смотреть, классно, а если на них зацикливаться, мне прям неприятно. Это прям не то, что я хотел, чтобы было в окончании. Ну, я арт, в целом, доволен. Для меня очень большую роль играет сфтовая гамма. А она там супер мрачная, в синих оттенках. Цветовая гамма классная, по-доброму. Обнаруживаете ли вы сходство этого арта с обложкой Delusional Parasitosis? Ну, наверное, в тематике, да, есть некоторое сходство, потому что мне очень нравится артворк на Delusional Parasitosis, на вот их дебютный альбом. Тоже дебютный, да, их, по-моему. Вот. Это, я считаю, одна из лучших, одна из самых стиковых работ Дейморфа. Вот. Да, мне кажется, даже неплохо, что есть такое сходство. Ну, да. Ну, еще, знаешь, есть какое сходство. Какой-то артворк. Он даже, словом, философер про него говорил, там, где такая муха огромная жрет трупы. А, да, 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 да. Это, по-моему, от Мотлы, арт, да. Что-то такое. Вот. Вот. Я, короче, когда, да, увидел его, я подумал, что нечто подобное должно быть. И у нас там, собственно, справа тоже такая муха сидит, большая. Муха с ломотухами. С ломотухами. Да, так что досходство они в любом случае есть всегда, наверное, с чем-то можно сравнить. Что за книжка «В руках у жертвы мухи с ломотухи»? А, да, это вот опять же вопрос, касаемый отсутствия конкретики в концепте. Я очень много думал над определенной историей альбома и хотел, чтобы, знаешь, это типа был чувак, ну вот, который нарисован, он с книжкой в руке. Чувак, который пришел на определенное место в лесу, прочитал заклинание, условно говоря, и вызвал древний спящий рой древней расы. Собственно, вот название альбома к чему тоже отсылает. Первое сияние нового рода, типа новой расы живого определенного. И, да, это просто как в большинстве сюжетов, металлобложек, книжка с заклинаниями. Ну, это образ, наверное, скорее, какой-то. Да, образ, который мы просто взяли и нагло использовали. Вот. То есть моя теория о том, что это был обычный студент, Слэминг Бертлдетт университета, который возвращался с пар через черный лес. Да, да, да. И нес учебник по сломологии, а она не выдерживает критики. Слушайте, а насколько вообще важна обложка для слэм-релиза? Очень важна. Мы считаем, что очень важна. И можно массу просто примеров привести того, как релиз вывозит именно обложкой. Например, например, Эзофагус, дебютный альбом с вот этой вот обложкой, там, где Хищник изображен. Хищник же, да? Да, да. Вот, и... Ну, артворк-то пиздец крутой. А Ловсона? Музло хуйня. А, музло-то пиздец говно. Ну, как бы на наш скромный вкус. И просто смотришь за тем, насколько реалити и фейд активно этот релиз обыгрывает, пиарит. И даже, по-моему, участники Эзофагуса сделали свой лейбл, если я правильно понимаю. Короче, кто-то сделал лейбл, и первый релиз там, типа, это был мерч Эзофагуса. Я так понимаю, что это были участники. И Дима, ну, из реалити фейд тоже снова обыгрывает. И всем нравится, все покупают, хотя слушаешь музло, ну, и пиздец. Типа, ну, вот мне не очень нравится. Как бы... Там просто ничего такого нет. Да, но хотя, хотя последний, вот вышел же и пишка, да, еще, относительно, или промка из двух, там, что-то трех треков. Одно демо и одно промо. Вот, самое последнее, там, где просто фиолетовый логотип у них, это мне очень понравилось. Хотя разница не шибко, прям кардинально большая, это все... Как будто бы вокал получше. Все тот же тупорылый, да, типа, слэм с квакушкой, но это приятнее в целом слушается, чем дебютный альбом. Есть некоторые, знаешь, диссонансные ощущения, когда ты смотришь на обложку и думаешь, что там будет одно, а там кардинально другое вообще. Да, мне кажется, если честно, что вообще в целом оформление в Death Metal, это зачастую решающая роль, ну, типа, это успехов 60, наверное, в качестве релиза. В наше время это 100%. Если раньше, там, это, типа, могло еще сыграть второстепенную роль, сейчас, это очень важный момент, типа, и мы на свои будущие релизы будем очень тщательно подходить к выбору художника и, да, с проработкой концепта. Вот. Короче, художник это очень важно. Очень важно. Ну да, раньше там. А, бля, очередная обложка Адена Сиграева. Кого я тебя удивишь сейчас? Грюсом Графкс, Грюсом Графкс, Черный квадрат. Вот, Эн Сиграев. А какая у вас любимая слэм-обложка? Есть такова имидца? Давай. Мужик без головы у Дивормент. Вот, моя любимая слэм-обложка. Ну, это не обложка. Ну, и как, это же не нарисованный, это фотка, чувак, а нарисованный. Да, я так не скажу, наверное. Слэм-обложка именно. Ну, обложка, она может быть и артом, и фоткой, без разницы, вот у Михаэла Диворна. Да, это я уже доебался у меня, блин. Хороший вопрос. Забыл о нем подумать. Слушай, я, наверное, навскидку смогу вспомнить, что мне 100% нравится. Но я вот приеду домой, и я вспомню про эту обложку, и думаю, блядь, я почему про нее забыл? Короче, мне нравится работа у Деиморфа для… Я знаю сейчас, что ты скажешь. Цефаллотрипси, да? Нет. Любой арт Деиморф, это уже достаточно тверд. Да, да, да. Любой арт Деиморф. Короче, арт Деиморфа для группы, которая вот очень активно что-то делает. Они на Вайшес Инстинкт подписаны, что-то там Вайсерова. Короче, там такая ебанина с пастью. Блин, я не знаю, слушай, как это писать. Интернл Девауэр, да? Да, да, по-моему. Она, типа, знаешь, в таких красных тонах еще, типа. Вот, наверное, это одна из моих любимых. Потом, я очень люблю арты этого. И забыл имя художника. Короче, Экскорейшн, который рисовал. Паула Джерарди? Да, Джерарди. Для этот Биоморфик, Ингульфминт, вообще охуенный арт нарисовал. Вот. Так что, ну это, так скажем, одни из моих последних, типа, любимых. Да, кстати, у Деворминт последняя обложка довольно-таки крутая. Там, типа, сама идея прикольная с этой статой. И мне чем-то напомнило Церебрал Фьюжн. А, там, где тоже, типа, похожая идея. Классная. Вот там идея у Церебрал Фьюжн. Да, это охуенная. Там же еще плод в животе. Но это не слэм. Ладно, это не слэм обложка. Это бутал. Но обложка-то охуенная. Что-то забыл спросить. А вот смотрите, Биоморфик Ингульфминт у Баула Джерарди стоило 650 евро. А у Аги Пурака Сома 300 баксов стоило, Арты, сколько? Да, 350. 350? Это там еще Гурхаус. Что-то он охуел. Да, Гурхаус с ним пытался рамсить еще, чтобы скинуть. Видимо, 50 он отбавил за оперативность для типов. Да, да, наверное. Еще и рисовал долго. Рисовал. Ну, в целом-то обложка как бы этих денег стоит, я считаю. Ну да, да. А я, кстати, почему-то всегда думаю, что у Джерарди арты стоят там не 650, а 1000 и 2000. Разве не так? Парадоксальным образом нет. Но оригинал он оставляет себе. А, да, то есть он даже не продает его. Будем у него рисоваться. Да нет. У Зига. У нас музон не тот. Ну, кстати, много вероятно, что арт на следующий релиз будет от Зига. Либо, кстати, вот художник, который рисовал номер ЧСБДК, я тебе его, про тебя, блядь, про него еще спрашиваю у тебя. Руди Горнишев, если... Не-не, не Руди, а... Второй МФА-12. Вот, да, он пропал, короче. В смысле пропал? Черт изобрали, которых он с натуры рисовал облоги. Ну, который там еще девушка такая, типа, с кишками. Раз это... Да, МФА-12. Да-да, он пропал, его нигде нет. Ни в Фейсбуке, ни в Инстаграм. Принял ислам. Да. Дважды. Вот, его нигде нет, а мы хотели, чтобы он нам обложку рисовал на юпишку. Кстати, я такую информацию слышал, что если Зигу дать 300 баксов, то он, типа, будет халтурить. А если 400, то он прям хорошо сделает. Слушай, надо сказать, что мы дадим 500, а дадим, в итоге, 350. Не, 500 много, 500, это он... 500 много. Не знаю. На самом деле, приятно, что такие вот художники, как Зиг, например, шо. Я просто не в курсе его ценовой политики, но ты сейчас говоришь, что он 400 баксов берет. Вообще 300. Он мог бы брать больше. 400 как комплимент уже идет. Он мог бы брать больше, на самом деле, потому что работы у него убер-талантливые. И опять же... Вообще знаковый художник. Да, типа, возвращаясь к теме одних, ну, типа, из любимых обложек, как, наверное, Хармата у этих, у Defeat Senti. Ну, там, типа, двойной альбом же у них будут Хармата и Disposal of the Dead. И вот обложка на Disposal of the Dead от Зига, пиздец, крутая. Вот, тоже одна из любимых. Как-то так. Заебись. А сложно было сочинить лирику на альбом? Да нет, кстати. Я не знаю. Я просто, типа, сажусь, включаю, что обычно, Ульси Рейд какой-нибудь или Реликсов Химанити. Что-нибудь такое, типа, обскурный дэтметал там. И просто сочиняю и от одного текста, знаешь, отталкиваюсь. Ну, то есть, напишу один, и я уже знаю, что будет дальше. То есть, мне так легче. Вот я на Травматоме, типа, так писал тексты. Ты тексты на Травматоме писал? Да, на новый альбом Травматоме я писал. А сколько вообще важна лирика в слэме? Мне кажется, это зависит от того, чего хочет группа, чем хочет заниматься. Если, типа, это просто, знаешь, интернациональный проект из ребят, которые просто хотят поиграть, то я думаю, они могут заморочиться, но большинство так делать не станет. А если это группа, типа, Дизентомба, лирика, играет достаточно огромное значение. Вот именно в рамках, знаешь, какой-то атмосферы вокруг этой группы, вокруг их артов, музыки, то лирика очень большое значение, знаешь, даже на уровне обложки, может быть, играет. Ну что, истинные коллекционеры, они, как я себе представляю, они садятся вечером на диванчик, типа, включают альбом, бокал вина и читают текста, наверное. Ну это придает в формате какую-то дополнительную смысловую нагрузку, скорее. Если только, то не индонезийская группа. Да, 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 в целом, да. Ну, мне кажется, типа, именно в слэме-то, наверное, это не очень важно. Кому важно, те будут читать тексты. Для самой группы, насколько это важно. Могу сказать, что если есть текст, то сама партия вокала будет более внятная. То есть вокалист, он не будет как-то рандомно раскидывать звуки, потому что у него есть текст, который ему нужно спеть в рамках рифинга. Да, и это может какую-то, ну, знаешь, какую-то хитовость придать, допустим. Конечно. Если вокалист очень грамотно и круто сделает вокальные аранжировки с помощью текста. А какие техники вокала он там использует? То есть либо это утробный гроу, или какой-то средний гроу, или гутурал, это уже не так важно. Ну, кстати, на самом деле, на мой взгляд, имеет значение, какую технику использует вокалист, и, отталкиваясь от этого, уже имеет ли смысл писать текста. Вот потому что, там, например, у EpiCardie, ты мне там же вообще нихуя не разберешь, когда, типа, ну, у них есть текста, а когда вокалист рыгает в микрофон, как бы, ну, непонятно уже вообще абсолютно ничего. С Кирюхой Назаровым практически тоже аналогично. То есть вокалы пиздаты, да, Пазару зиру. Ну, типа, там, наверное, текст это уже более... Это, типа, третья степенная вещь, которая просто существует ради того, чтобы, ну, типа, для того, чтобы альбом был полноценный. А если это второй альбом Abominable Putridity, то там играет роль текста... Ну, потому что там сам гутурал разборчивый, сама, типа, манера пения. Ну, вот, да, там, кто там, Мэти Вейджи, да, писал. Вот, у него... Там, типа, понятно, чего он бурлит. Вокал, да, свистящий, который, ну, читаемый вполне. Вот, так что, да, в таком формате, наверное, имеет значение. Если группа не, как бы, не придает этому особое... Особое значение. Это же еще на лайв-концертах тоже дает свой отклик определенный. Если есть какие-то хуковые парты в треках, ну, вокальные парты, то кто-то там подпевает, например, этому. Короче, лучше с текстом. Ну, да, мы в целом придерживаемся той позиции. Ну, вот у нас вокалист, как бы, использует две техники. И с помощью одной он читает текст, с помощью другой, ну, просто, типа, не читая текст. Вот. И в этом есть тоже определенная фишка. Расскажите, пожалуйста, немного о горловом пении в интро. Почему вы выбрали эту технику? О! Чтобы вставить туда? Короче, это кореш мой. Который, знаешь, учится. У нас есть в Челябинске, ну, типа, консерватория имени Чайковского. Вот. Он там учится на хорового, на церковного, короче, вокалиста. Вот. И я что-то у него как-то, по-моему, спросил за интро. И он мне поскидывал треки тибетского, ну, типа, горлового пения. Я послушал, ну, типа, очень понравилось. А вообще изначально интро звучало по-другому. Я когда его писал, я использовал панихиду какого-то, какого-то монаха, короче. Вот. Ну, не монаха, а священнослужителя, так скажем. Вот. И там прям текст на русском. То есть он слова выговаривает, там, что-то божие, спаси, сохрани, Стефана, что-то в таком духе. И на самом деле оно не менее сяково звучит, чем то интро, которое у нас есть. Но я просто сделал несколько вариантов, и всем понравился именно вот этот. Вот. Так что как-то так. Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с Константином из Гоя Рекординг Студио. С Костяном мы достаточно давно работаем, еще до Insect Insight. Я приезжал в Челябинск со Златоуста записывать у него что-то. Я не помню, вокал, по-моему, приезжал записывать на свой вот первый коллектив. Вот. И как-то мы с ним постоянно в контакте находились, списывались. Я что-то там спрашивал, уточнял. И просто так получилось, что когда я переехал в Челябинск и встал вопрос уже, ну, типа полноценной записи, то выбор был максимально очевиден. Вот. Он очень профессиональный музыкант. Знаешь, очень щепетильно подходит ко всем моментам. И это, ну, не может не радовать. Он, типа, сводил уже альбом. И так просто получилось, что, ну, мы, будучи пиздюками, у которых там нет какого-то серьезного заработка, мы не могли собрать, знаешь, типа какую-то большую сумму денег и сразу отдать, чтобы звукач свел. Потому что мы хотели изначально к Саше Боровых идти, но Саша попросил денег, которые мы не смогли поднять. Сколько? Отключая слово в дуде. Сколько он там? 50, по-моему. Ну, короче, он попросил. 50 рублей? Ну, да. Да, типа, в районах. 50 долларов районов. В районе, да. 50-60 тысяч мы снизили. Донги. Да. Да. Вот. И, типа, а мы могли только расплачиваться, знаешь, в формате рассрочки. И поскольку с Костей у нас уже были достаточно доверительные отношения, он знал, где мы живем, и мы знали, где он живет. Вот. И мы поэтому, типа, предложили Косте. Были еще другие варианты. И мы обращались к Михаилу, не помню, как фамилию. К Литоватому? Да, к Литоватому. Вот. Потому что он делал ремастер дебютного сингла. Тот звук, который он нарулил, да не очень, типа, понравился. Ну, вообще из тех вариантов, которые мы имели. И мы еще обращались в московскую, да, студию Progressive Heroes, которые как раз-таки для Coldblooded Murder делали, там, звук на определенный релиз. Вот. И нам тоже не очень понравилось. Он был сильно мягкий. Да, да. Поэтому мы закинули Костяну такую тему, чтобы в формате рассрочки мы с ним расплатились. То есть момент финансовый сыграл в нашем звуке очень большую и даже какую-то злую шутку. Вот. Потому что мы не могли позволить себе больше. Вот у нас была определенная сумма денег. Мы ее отдали и получили в итоге хороший звук, но не то, что мы хотим. Вот. Поэтому в плане работы он все отлично сделал, максимально оперативно, максимально качественно. То есть я приходил к нему прямо на студию. Мы какие-то моменты там, типа, обсуждали с ним, правили. То есть это даже, ну, не все дистанционно происходило. Ну и все, собственно, рассчитались. Все отлично прошло. Как бы, какой нюанс есть касаемый звука? Костя никогда не сводил брутал и какой-то, ну, типа, аутентичный дэтметал. То есть он в основном работал над релизами, там, своей группы. Еще над кое-какими, там, металл-кор, типа, мелодик дэтметал релизами. И, опять же, достаточно опрометчиво было с нашей стороны отдавать первый альбом на сведение, как бы, чулку, который не работал с дэтметалом. Но мы поступили так в любом случае уже. И мы получили не ужасный, там, не какой-то неплохой результат. Звук хороший, но это не то, наверное, чем мы, там, скажем, гордимся, да. Вот, как, например, материалом. Вот. Ну, вообще, наверное, типа, Костя, видишь, он же еще вообще не так уж много сводил к тому времени. То есть он еще был, ну, наверное, начинающий звукорежиссер. Он занимался записью. Сводил-то он не так много работ. И, наверное, из-за этого ценник-то был пониже. Сейчас-то он, наверное, побольше берет. Плюс ко всему, наверное, мы думали, что Костян очень хорошо знает наш музон, потому что он писал гитару. Да, он все записывал гитару. Да, он записывал гитару. И на это тоже ушло достаточно большое количество финансов. И тогда не было еще горхауса на тот момент. Поэтому такой сниженный ценник нас очень привлек. И соотношение цены и качества – это был наиболее подходящий вариант. Да и сделал-то он неплох. Типа, все круто. Но дальше будет, типа, звук намного брутальней, чем сейчас. Да, ну, типа, в целом, серьезный подход. Типа, учитывая количество денег, которое у нас было, что-то сделать больше и лучше на тот момент, наверное, было невозможно. Вот. А насколько вообще важен звук для слэм-релиза? Ну, важен так же, как и обложка, наверное. То есть это в слэме-то особо в качестве риффинга что-то принципиально крутое и новое ты вряд ли сыграешь. А вот звуком, я думаю, можно удивить, как и артом каким-нибудь сумасшедшим. То есть слэм-рифы всем понятно уже, а звук какой-нибудь можно прикольный нарулить. Вот. Ну, и, типа, хайп вокруг релиза зависит по большей части от звука, как, например, с Аналипси получилось с их последним альбомом. То есть, ну, там же ничего необычного нет. Ну, просто максимально, знаешь, такой попсовый, типа, цепляющий ухо, звук приятный. Ну, жирный, типа, все, как бы, в этом плане. Базар и зиру. Да. Вот. И все, и группа стала за считанные, там, типа, месяцы уже серьезным чем-то. У них там миллион, по-моему, даже просмотров на слэмбуру. Как вам звук на последнем альбоме Devormant? Мне не понравился, честно. Ну, типа, он какой-то... Ну, какой-то, как будто бы не такой, какой должен быть. Там, типа, во-первых, песни длинные очень, и звук, он, ну... Не знаю, для меня Devormant — это что-то другое. То есть это другие ассоциации с другим каким-то более классическим их звуком. Ну, это, типа, не то, что я хотел услышать, наверное, так. Ну, я на самом деле разделяю вообще мнение Миши. Ну, я просто не так много, откровенно говоря, сейчас меня закидает ссаными тряпками, я, откровенно говоря, не так много-то и слушаю Devormant. То есть, если я что и слушаю, то Impaled, наверное, и компиляцию 1.3.8. Ну, да, я тоже. Типа, там, Batch of the Week, последний альбом, как он, я не помню, как он называется. Obsidian Modesty? Да-да-да. Или там... За счет как название альбома Emolation, да, как он говорит? Да-да-да, да, кстати. Или там такие ассоциации. Или там, типа, Unleashed Carnivore, типа, вот, я как-то не очень, типа, что я по первым больше релизом. Ну, да, там как бы и звук классический, и вот Devormant, у тебя сразу ассоциации с этими релизами. Может быть, звук-то и неплохой, но треки по пять минут с восьмиструнными гитарами, пиздец, тяжко воспринимается, на самом деле, при там всей культовости или там всеобщей любви к Devormant, да. Я вообще, типа, изначально, когда, ну, там, Брутал начал слушать, я не понимал Devormant абсолютно. То есть любой релиз, который включал, мне был непонятен, но другие группы мне нравились. И, знаешь, типа, я со временем просто дошел к этому. То есть как я вот сейчас, например, не понимаю какие-то релизы от NCE в плане звука. Там, например, сайт-проект московских чуваков из X-Corea. А, в Destiny, да. Типа, я не выкупаю такой звук. Вот, также и Devormant я не выкупал. А сейчас, сейчас уже я могу слушать, то есть мне нравится. Вот, как-то так сложилось. Я думаю, что в этом тоже есть определенный, знаешь, эволюционный принцип. Типа, как бы, у тебя заебывает один звук, ты начинаешь слушать более жесткий, грязный, брутальный. Находишь в нем какой-то свой шарм. Вот, и так и происходит эволюция. Сможете вкратце охарактеризовать, каким должен быть звук гитар и ударных на слэм-релизе? Какие-то основные составляющие. А, все зависит от того, какой это слэм, наверное, так? Ну, от материала, да, от твоего в первую очередь, наверное, зависит. Ну, блин, ладно, окей, возьмем там какой-нибудь среднестатистический слэм-материал. Мне кажется... Это какой? Не знаю. Ну, смотри, типа, если это какой-то модный слэм, это может быть звук в сторону аналипси или АП тех же самых. Если это какой-то такой более дружный слэм, опять же в сторону деворминт, либо... Да, на самом деле, еще, наверное, это может зависеть от выбора звукорежиссера, потому что какой-то звукач просто не может повторить или сделать примерно такой же звук. Например, у боровых, ну, типа, его слышно. Типа, как он делает, он как-то... Ну, как-то по-особому гитары, что ли, обрабатывает, какие-то особые используют, плагины, может быть, либо эффект специальный. Типа, какие-то звукорежиссеры, они просто делают достаточно узнаваемый звук. Вот. Это зависит, наверное, от банды, от направления, от стиля, еще вот куча факторов, от того, какие там живые банки или нет. Я думаю, это уже зависит. Короче, в моем, знаешь, сказать, сказочном релизе должны быть гитары с последней пешки травматомии и барабаны с альбома Корпс, а не Фикал. Вот так вот. Вот. В моем это должен быть какой-то, типа, гитарный звук, наверное, с альбома Криптопси, Блажми Мэйд Флэш, короче, вот такие прям максимально такие песочные, что ли, отдающими 90-ми, с ярким каким-нибудь выделяющимся басом и какой-нибудь кастрюлей, не знаю, из цифролатрипси, что-нибудь такое, короче. Типа какой-нибудь симбиоз такой необычный, ебковый. Вот. Ебковый, да. Вот он, какой прекрасный слэм будущего, да? Да. А помимо девауэрмента, последнего дебютника, есть ли какой-то слэм-альбам, который вас разочаровал по звуку из последних? Придет что-то новое? Разочаровал. Такие вы ждали, ждали, потом, что за хуйня? Прямо чтобы я что-то ждал, я даже не знаю, честно говоря, что-то, что можно такое выделить. Так, ну, наверное, кстати, последний альбом Корпс есть такое. Ну да. Типа я очень люблю альбом Анефикал, регулярно его гоняю, и когда, ну, обложку увидел, типа, мне обложка понравилась очень сильно. Идея крутая. Идея классная, да, и я такой, вау, круто, надо будет следить за обновлениями, за лентой из БДК, так сказать. Вот, и начал что-то выходить, начали синглы выходить, и, блядь, ну нет, я понял, что звук вообще мне не очень зайдет. Хотя, ну, типа, материал там может быть и неплохой. Вот, но фаворит это Анефикал. Вопрос от подписчика. Андрей Хомко спрашивает, на какие группы равнялись ребята при выборе звука для альбома? Ну, мы же частично коснулись этой темы, получается, Корпс, да, травматами. Короче, не, на самом деле, типа, при выборе звука на альбом мы равнялись, наверное, ни на какие группы, потому что звук вот получился такой, какой есть. То есть, даже, типа, с учетом того, что я скидывал звукачу Корпс, там, Мэггат Келлани, не знаю, какие-то релизы мне нравятся у Cold Blooded Murder в плане звука, что-то еще. Но получилось то, что есть, типа, вне зависимости от того, что мы равнялись на Корпс, потому что у Корпс и у нас, типа, кардинально разный звук, ну, типа, на наш взгляд. Вот, так что какие-то конкретные команды, наверное, очень трудно будет выделить. Хотя, знаешь, типа, может быть, у Facelift Deformation похож немножечко на наш звук. Ну да, кстати. У Facelift Deformation и у поздних релизов Мэгат Келлани. Вот. И что, Андрей спрашивает, звук какой банды в слэме считают эталоном? Ну, вот у меня, наверное, это последняя эпишка травматомии, Embodiment of Excursation, по-моему, называется, да. Мне очень нравятся последние релизы Parasitic Calculation по звуку Корпс, тоже Анификл Культ. Подписчик Игорь Добрецов спрашивает, сколько примерно времени было уделено на запись всего альбома? Вот, непосредственно на саму запись, да, типа, мы берем запись вокала, запись гитар сессиона и запись баса. Наверное, в общей сложности, может быть, месяца 3-4, то есть не больше. Ну, с перерывами, да. С перерывами, да, какими-то небольшими. Да, месяца 3-4 и все, то есть все у нас исходники были, вот. Также подписчик добавляет, что с момента демо звучание совершенно изменилось в лучшую сторону. Такой слэм-комплимент вам отпустил. Ну, это хорошо, если так. Хорошо, да, спасибо. Ну, я лично, кстати, так не считаю, конечно, что именно в лучшую сторону изменилось. С момента демки, наверное, он про промо имеет в виду, которую Ширман, кстати, сводил. Там, ну, типа, есть что послушать, ну, типа, вот в звуке с этой промки, но тоже, знаешь, это далеко не крутой звук. Не, но изменился там в лучшую сторону все равно. Не, сейчас-то, сейчас ты имеешь в виду то, что Ширман свой, да, конечно, по Zara Zero, типа, изменился в лучшую сторону. А если сравнивать промку и альбом, я даже не знаю, какой из двух стульев выберешь. Я альбом выберу. На какой меня посадишь? По 100 рядом просто, и все. Так, наверное. А есть ли у Inzict Insight свой Baby Killer, то есть самый хитовый трек? Да, есть, наверное. Ну, вот мы заметили, что всем нравится трек с Revival of on Goodly Deformity. На него мы делали плей-тру командный. Вот, просто он простой, он грубовый, понятный и с запоминающимся достаточно рифом в начале. Вот, там даже какой-то чувак писал, по-моему, в Инстаграме или на Фейсбуке, блядь, типа, первое, что я делаю, когда просыпаюсь, то включаю этот трек с колоннами. Круто. Да, круто. Ну, вот, мы, собственно, поэтому и сделали видос на этот трек. Так, вот, так что локальный Baby Killer — это вот этот с Кирюхой Назаровым. Расскажите, пожалуйста, немного о проблемах с получением дисков от Горхаус. Так, смотри. Горхаус изначально отправил нам диски через, наверное, многим известную фирму FedEx. Да, то есть это транснациональная, да, по-моему, компания, которая занимается отправкой грузов коммерческих в основном по всему миру. И так получилось, что, чтобы, короче, получить груз, пришлось, нужно было приехать в Москву. И других вариантов не было. Как бы я не охуевал с того, что, то есть посылка приехала в транзитный город в Москву, и на этом все. То есть это последняя точка, и я должен ее забрать именно с Москвы. А куда я, типа, сейчас я в Челябинске, у меня тут учеба и дела, типа, там, работа. Куда я сорвусь и полечу в Москву за посылкой? Короче, это звучало, как какой-то бредовый сон. Я реально до конца не верил в то, что FedEx — это настолько ублюдская фирма, что им нужно твое личное присутствие, потому что груз признан коммерческим. И у Горхауса, то есть у Карлоса тоже было некоторое недопонимание того, почему, типа, нам не выдают груз, почему его признали, там, коммерческим, хотя мы вроде делали все по указке Карлоса. Вот. В итоге все закончилось тем, что груз обратно из России полетел в Штаты, и Карлосу, там, пришлось заплатить чуть ли не в два раза больше, чем он отдал за отправку, только чтобы получить обратно груз, то есть просто забрать его. И потом еще снова денег заплатить, чтобы отправить его через ЕМС, да, по-моему, это называется система, если я не ошибаюсь, вот, тоже как, ну, международная отправка. И вот с ЕМС у нас тоже была забавная ситуация. Пришел груз, да, условно, в воскресенье, а я даже, ну, я не догадывался, что можно там в воскресенье съездить, забрать, и что к тебе лично домой приходит курьер, которого там, ну, который, типа, тебя как-то оповещает, и все в таком духе. То есть я об этом понятия не имел, я был на работе, и я случайно пропустил звонок от курьера, и, как выяснилось потом, я что-то прихожу там с работы домой, ну, и все, там, ложусь спать. На следующий день мне приходит СМС-ка от почты, что ваш груз уже, типа, знаешь, А, нет, знаешь, как было, типа, я зашел посмотреть трек-номер, я не знал, что посылка уже в Челябинске. Я зашел посмотреть по треку, где моя посылка, и я вижу, что, типа, она с Москвы прибыла в Челябинск, в Челябинске она пробыла день, и она уже на следующий день в Екатеринбурге, у нее статус стоит. У меня, ну, типа, естественно, возникли вопросы, я поехал в отделение, по отделениям Почты России, и там еще такой небольшой сумбур был, потому что большинство сотрудников Почты России, они далеко не самые квалифицированные люди, и одни тебе говорят одно, другие другое, третий, третий, и, в общем, я так три отделения обошел, мне сказали, куда точно ехать, чтобы забрать груз, я приехал, объясняю ситуацию сотрудникам, они начинают проверять по документам, выясняется, что курьер приходил ко мне домой в тот момент, пока меня не было, но мой сосед, с которым я живу, что-то не так, короче, ему ответил, у них с курьером какое-то недопонимание возникло. Это же на концерте был в этот день, по-моему, нет? А, короче, мы, да, мы не на работе, я не на работе был, а это был концерт в Екатеринбурге. У нас. Там, да, с морфогенетиком, вот, в рамках тура с морфогенетик, инсектами, ашуарианекс, травматомия. Вот, я был в Екатеринбурге, я не знал об этом. Короче, у моего соседа и у курьера возникло какое-то недопонимание. Курьер поставил статус отказа клиента от получения посылки. Вполне логично, уже общался с клиентом. Да, типа, и вот это меня настолько, то есть, вывело из себя. Я ругался там с сотрудниками, с соседом немножко. Ну, мы не то, что ругались, но просто я ходил злой, я не понимал, что вообще, блядь, какого черта происходит, почему просто чувак, там, курьер не зашел домой, он мог просто расписаться и посылку бы оставили, типа, и не было бы этого лишнего гемора, и просто очень многое намотал, намотался по городу из-за этого. В общем, сотрудники, благо, вот, ЕМС, оказались хорошими, порядочными людьми, они передо мной там извинялись, сказали, что они проведут воспитательную беседу с курьером, что мы сделаем все, чтобы вернуть ваш груз, и нас действительно, как бы, на следующий день все, груз приехал, и я довольный, приехал домой, получился, вот. В общем, такая длительная история, это все, наверное, месяц длилось практически. Вот, и странно, кстати, что через ЕМС не посчитали наш груз коммерческим, потому что он подходил по габаритам, так сказать, вот. А в целом, сотрудничеством с Карлсом и Горхоус Продакшнс вы остались довольны, да? Конечно, ну, типа, мы до сих пор довольны, на самом деле, тем, что происходит. Нужно нами, нашими отношениями, так сказать, с Карлсом. Расскажите, пожалуйста, о вашем участии в Death's All Black. Миш, давай. Я, короче, туда попал раньше, это был 2016 год, я пришел с армии, я тогда, типа, занимался своим проектом Квивок, и, типа, общался с Кириллом Зарубиным, вот. Что-то у нас там какая-то переписка была, и потом он такой, типа, пишет, что им нужен в тур бас-гитарист, и что, ну, не смогу ли я поучаствовать. Ну, и я так и попал в Death's All Black, то есть я сразу с ними поехал в Москву играть, выступать, и дальше по городам, вот. С Андреем Шуваловым я был знаком довольно-таки давно, потому что он, ну, довольно-таки, можно тоже сказать, известный в наших челябинских кругах гитарист. У него там тоже было очень много групп проектов, то есть я там сам был на его концертах, его там команд, мы тоже пересекались много где. Ну и вот, так случилось, что я туда попал, мы выступали, там делали релизы. Ну, потом я, типа, убедил Андрея в том, что нам нужен будет живой ударник рано или поздно. Я помню, как сегодня это был концерт в клубе Корнер. Короче, там играли Insect Inside, вот. И, типа, Андрюха говорит, что вот там, типа, парень молодой, надо его позвать играть, это был Даня. Я тогда, ну, типа, скептически к этому отнесся, потому что я такой говорю, давай, нам, типа, нужно какой-нибудь ударник, типа, там, Антона Подячева из Lost in Alias, Кислотер-то Превел. Ну, типа, что это должен быть какой-то такой драмер, уверенный, большой и, типа, уже видавший виды. Даня на тот момент, типа, был молодой паренек. Ну и так, типа, получилось то, что Андрюха, он скорее, типа, чувак, который работает с молодыми музыкантами, ему, наверное, так проще. Даня к нам попал, это было, типа, время, по-моему, выпуска альбома Necrosis, который, кстати, вышел на лейбле Roomf Production. И все, потом начались какие-то первые репы, концерты, поездки. Вот так вот, типа. Ну, собственно, Миша уже упомянул, как я попал в команду. Это был просто совместный концерт, на который, собственно, Андрюха нас и пригласил. Да. Вот. Да, и все. И я, типа, я, по-моему, уже тогда жил в Челябинске. То есть ребята просто мои приехали со Златоуста. Вот и все. Да вообще, на самом деле, не стоит недооценивать, конечно, этот период, типа, нашего, так сказать, становления. Типа, мы увидели всю эту туровую жизнь, во-первых. Да, мы вообще, типа, поняли, как все делается. Как это все происходит, да. Более-менее хотя бы как нужно. Да, конечно. То есть это вообще был немаловажный такой период, что у меня, что у Дани. Типа мы и... И Заруба потом тоже же, он в итоге попал в травматоме. То есть, скажем так, мы увидели и туры, и какие-то концерты, и у нас была сыгранность. То есть это был вообще крутой опыт, на самом деле. Вот, ну, с Андреем мы поддерживаем связь до сих пор. То есть, Dabs of Black как таковой сейчас перестал скорее существовать. Скорее, это как проект Андрея. Ну, у него там слэм проект, Embodiment Elimination, где я записал, ну, сделал бас-гитару и вокал. И типа, он, да, он продолжает еще делать. Тоже на Inherit подписался. Поэтому все нормально, все хорошо. Как-то так. Расскажи, пожалуйста, о своем one-man-технику в дат-метал проекте Кивок. Правильно я говорю? Кивок? Да, Кивок. Это типа, я назвался в честь альбома группы Иронимус Босх. Это, мне кажется, оно из лучших, что случалось в отечественном метал-музыке. Вообще в музыке, наверное, в русской. Потому что я когда Иронимус Босх услышал, впервые у меня прям зрачки расширились, короче. От, вообще, от крутости Владимира Ливимана. Я потом, ну, типа, пытался сам еще с ним общаться. Он очень скрытный тип. Но для меня это было, наверное, в момент моего становления. Такой русский Чак Шульдинер. То есть я еще знаю, что они записывали свой последний альбом в Финляндии с Энди Лароком. Я когда про это узнал, ну, типа, вообще охренел. И я как-то на всей этой волне. Я просто думал, ну, заниматься какой-то своей музыкой. То есть я не нашел музыкантов. У меня было очень много наработок. И в 18-м году этих наработок накопилось на какой-то сырой такой альбомчик, который я сделал. Ну, сейчас я уже понимаю, что это вообще полная такая проба пера. И, конечно, не то, что я хотел бы делать. Ну, а так, в целом, я вдохновлялся, наверное, музыкой по типу Suffocation, Death of Flash и разным-разным дедметалом. Вот. На данный момент альбом сочинен из 12 треков. Типа постепенно набирается такой небольшой интернациональный состав. То есть я там подписался на лейбл итальянский, который принадлежит участнику Vomit the Soul. Вот. Ну, собственно, Стефано из Vomit the Soul сделает бас. Скорее всего, Максим из Asuarianox будет на второй гитаре. Ну, это пока у меня в голове в разработках. И я, гитара, и вокал. И чувак, барабанщик из... Архитектуры. Архитектуры. Да, Genocide. С которым я тоже общался. Ему, типа, очень безумно нравится Muzon, Equivoc. Он, типа, будет делать барабаны. Вот. Ну, альбом, не скажу, что выйдет в этом году, но в следующем точно. Сейчас, как бы, на стадии сочинения ударных и записи грядущей после тура тоже я буду заниматься этим. Ну, вот-вот такие дела, короче. А кто будет рисовать облогу? Она же нарисована уже, вот эта обложка, которая есть. Тарсус, да? Да, Тарсус, она и будет на обложке альбома. Точно. Все. И коммуникация с Lettl Sysra. Хорошая, да, у вас? Да, вообще супер, типа, чувак суперкрутой. Стефана. То есть он очень опытный музыкант. У него три проекта, все известные. Это Blood True, Instigate и Women in the Soul. И, типа, у нас очень прикольно, ну, типа, сходятся вкусы и интересы. То есть, ну, он взрослый мужик, типа, живет в Италии и занимается техничным и brutal dead metal. Типа, и когда я ему предложил записать бас на альбом, он сказал, что, типа, с удовольствием запишет. Ну, и все. Типа, альбом сочинен, я, как сделаю партии для него, он тоже их записал. И пишет, и все без проблем. Вот так вот. Расскажи, пожалуйста, еще о своем участии в новом модном слэм-проекте Embodiment Elimination. Да там, как бы, какого-то такого, прям, суперучастия нет. То есть, это, по сути, наработки Dubs of Black, которые Андрей преобразил в слэм. Там, то есть, с использованием просто Гутурала и барабанов от Рома Тютина. То есть, там каких-то новых, типа, идей нет. То есть, это тот же музон. Но мне просто нравится риффинг Андрюхи, на самом деле. Из него может выйти что-то годное. В принципе, промка неплохая. В интернетах ее хвалят. И я, типа, говорю, давай коммуницируй с Сашей из Inherit. Потому что до этого была еще коммуникация с Димой. И Relity Fade. Но Дима, типа, сказал, что он очень сильно забит и занят. То есть, не было такого, что не ответил. Нормально пообщались. А Inherit как-то, ну, Саша, хуп. Он как-то пошел на контакт. Плюс у них там еще с Armada Art. Очень плотное сотрудничество. Они там все общаются. Поэтому, да, я сделал бас, вокал. И все, наверное, альбом в этом году выйдет. Вот так вот. Ну да, хоть слыхать, что Armada Art привязан к андаламе к батареям. В подвале Интерна Цафринке хуярят о блоге. Да, я думаю, что сейчас Андрей Шувалов будет на вторых наручниках. К этой же батарее сидеть и делать релизы просто и все. Гор, наверное, так же там рядышком. Да, это просто подвал, короче. Самиску похлебки. Да. И отдых от побоев хуярят проекта. Да. А считаете ли вы, что Inherited Suffering Records — это лучший в мире лейбл по слэму? Нет. Да, я не знаю. Какой лучший в мире лейбл по слэму? Wild Tabs. Wild Tabs. Wild Tabs Records. Ну, нет. Ну, типа, видишь, для того, чтобы любить Inherited, надо любить модный слэм с фиолетовыми логотипами и обложками от Armada. А я, типа, модный слэм не очень люблю. Поэтому, наверное… И обложки от Armada тоже. И обложки от Armada тоже. Поэтому, как бы, типа… У него просто есть своя аудитория. И кому это нравится, все пускай и слушают. Данил, расскажи, пожалуйста, о своих эмоциях после подписания Morphogenetic Mall Formation на NCE. На NCE. Ну, типа, мы охуели, конечно. У меня, типа, Костян такой звонит, говорит, что все. Дел сделан, как говорится. Ну, все. Добренько. Ну, да, добренько получается. Ну, мы, как бы, изначально рассчитывали на то, что будем играть в Muzon. NCE-style, так сказать. И подпишемся, собственно, на NCE. Но просто, когда это, типа, произошло, когда ты узнал, узнаешь про условия, типа, ты такой, вау, круто. Какие условия? Ну, я, конечно же, не могу о них говорить. Ну, типа, это не совсем корректно. Мы вырежем. Ну, короче, лучше, чем о Gore-House. Да, конечно, конечно, лучше, конечно. Намного. Вот. Это же NCE. Вот. Ну, да блин, ну, мы рады, на самом деле, очень сильно. Альбом будет записываться уже вот в сентябре. Барабан начнем писать. И дай бог, это будет, наверное, лучший альбом по Бруталу за последние пару лет. Вот. Уже примерно определились с художником. А вы хотели играть NCE, оставил музло, чтобы попасть на NCE? Или вам просто нравится самый крутой музло? Не, нам просто так, опять же, исторически, да, служилось, что я, что Костян начали как-то больше внимания обращать на релизы NCE, потому что там действительно хорошие релизы в последнее время выходят. И, наверное, что-то можно выделить по 3-сенси-пэйдж-группу, что мне, что Костя, очень нравится. Фаунд, Hengine и химиянатомии. Блин. Как же… Ургит, по-моему, группа называется там. Торчт. Ургит, да, тоже же на NCE выходил, вот, с Phallos'ом на обложке. Вот, классный релиз. И, по-моему, ABM Morphic выходил на Brutal Mind, да, по-моему? Ingultement. Show No Mercy, так как-то? Да, Show No Mercy. Да, поэтому как-то так исторически сложилось, что, типа, мы начали слушать. Да, просто, наверное, еще такой стайл сейчас на волне. Ну, мне кажется. Да. Типа, Бластовый музон просто сейчас имеет какой-то спрос больше, поэтому так. Insulburity, Insulburity, короче, группа тоже неплохая. В общем, так сложилось, что мы заебались. Костян-то тем более заебался играть тупняк, вот. И мы такие, да, давай попробуем, давай попробуем поиграть в бластинг. Ну, с теми же, как бы, грувами, с той же атмосферой, некоторой, которая есть на дебютном альбоме Morphogenetica. Вот, но только со звуком от Миши Лютоватого и с бластингом ебущим уши, вот. Ну, и вот так получилось, что мы NCS кинули, он сказал, классно, все, пацаны, подписываю. Вот, мы рады. Ну, на последнем сингле весьма специфический звук. Альбом будет выдержан в таком же ключе? Да, да, альбом будет сведен Мишей Лютоватым, материал будет, материал будет примерно такой же. Вокал будет тоже примерно, ну, все то же самое. Вокал, кстати, записывал наш вокалист, Дима Золотоустов. Вот, вокал тоже будет, кабакушка, NCS style. Вот. Ренат Хасанов спрашивает, планируется ли подписание Indict Insight на NSE? NSE top, добавляет он, и четыре ассоциальных знака. Да, мы на Unique Leader хотим. Ну, как, да нет, ну, не сказать, что хотим, но просто у нас на три альбома как бы с Горхаусом, и это не пять лет, это гораздо дольше все будет. Ну, десять точно, да, то есть нам будет, знаешь, там по 32-33, то есть мы, наверное, до сих пор на Горхаусе будем, потому что… Ты представил, что ли? Да. Скажи, как ты устал в офисе. Да, да, ну, блин, типа, да нас полностью устраивает Горхаус, и нам же не нужен какой-то мега крутой лейбл, чтобы стать мега крутой группой. Мы сами все сделаем, если захотим, вот, поэтому Горхаус отличные условия, как бы предлагает, всегда помогает с чем-то, вот, поэтому нам, у нас все устраивает. Конечно, когда-нибудь, может быть, в соответствии, там, с наполеоновскими планами, какими-то, может быть, на что-то большее мы подпишемся, типа Unique, там, или… Вайлов Тип. Или Вайлов Тип, ну, не знаю, Вайлов Тип, это уже другой музон, хотя я не знаю, какой у нас будет музон. Эквивок вполне мог бы. Эквивок, да, мог бы вполне, вот, а мы там, не знаю, ну, не знаю, если мы подпишемся на релапс какой-нибудь, я, в принципе, все, мне ничего не нужно будет уже. Ну, это как с невестой, которая такая стройная, а потом замуж вышла, разжирела, так же здесь, вы стараетесь, все, релапс, похуй. В принципе, так и было со многими группами, да? Ну, вот на релапсе что выходило? Аменро, например, если ты слышал про эту группу. Последний релиз Аменро мне не понравился. Там есть хороший трек один, но большинство материала – это просто, знаешь, вырезанные сэмплы, либо разговоры, записанные непосредственно самими участниками группы. И, ну, на мой взгляд, вот я прослушал два раза, и ничто, ни первый, ни второй раз мне не понравился. А вот прошлые релизы, хотя они тоже, по-моему, на релапсе выходили, были гораздо круче. Вот. Согласны ли вы с утверждением, что NSE лучший лейбл на сегодня? Ну, самый передовой, наверное. Самый лучший в плане деятельности из интерграунда, мне кажется, это все-таки Reality Fate. Потому что… Ну, если следить, да. Поэтому мы пришли с рельсами на носке. Просто если следить, типа, за действиями Дмитрия, ну, как бы это вызывает определенное, так сказать, уважение. Как бы чувак работает, видно, что живет этим полностью, отдается своему делу, работает не один, там, с женой, там, еще, по-моему, какой-то чувак с ним работает. Вот. И последние релизы, которые он собирается издавать, ну, видно, что он повышает планку, хоть и он, там, знаешь, не аутентичный, брутал какой-то выпускает, там, Dead Core даже, но, типа, красавчик. Не, ну, типа, не знаю, у меня все эти лейблы, которые более-менее такие крупные, они достаточно разную музыку выпускают, все-таки они на какой-то нише специализируются. То есть, если это NSE, то это, ну, больше в сторону брутала, именно, бластинга, то есть, у него там NSE-стайл есть свой, да, то есть, если брать, например, тот же самый UnicLeader, так там вообще брутал группы не так уж много. А мне, наверное, этот Вайшес Инстинкт нравится лейбл, типа, прикольно достаточно, то есть, прикольную политику ведет, там, хорошие группы. Ну, он просто по большей части это занимается, знаешь, мерчом, то есть, выкупает лицензию, видимо, у лейблов, там, на Дизентомб, на Девангелик, на еще кого-то он делал, не помню, в последнее время. То есть, чтобы он, знаешь, подписал какую-то, ну, действительно классную группу. Ну да, я соглашусь. Я давно, типа, не видел ничего подобного, а вот мерч от него я постоянно в социальных сетях вижу, вот, так что, ну, я думаю, что... Если брать Brutal, то NSE, да, передовой лейбл. NSE передовой, конечно. А так много хороших лейблов всяких. Кайот, рекорд, хороший. Да, привет. Михаил, расскажи, пожалуйста, о своем мерч истории Reverse All Gore Production. Ну, тут как бы особо-то рассказывать нечего, потому что я только что начал это все делать. В общем, суть была в том, что я достаточно долго, год, где-то примерно задумывал что-то такое сделать. И так получилось, что оно получилось само собой. Я просто сидел в Инстаграме, мне написал какой-то чувак, а потом оказалось, что это чувак с сифилектами. И он просто предложил, типа, он у меня спросил, ну, он говорит, у нас очень плохо продается, типа, мерч в России и, типа, в странах СНГ, так скажем. И он, типа, ну, я спросил, не знаешь ли ты, кто бы мог, типа, у нас, ну, типа, кто бы мог в ваших там краях заняться условным мерчом. У меня как в мультиках такая лампочка засветилась. Короче, я решил просто наконец-таки это запустить все. Ну, я так подумал, что просто это неплохой шанс. Потому что, во-первых, группа мне нравится, то есть она на сулуху достаточно. И я решил сделать для них мерчуху, вот, запустил предзаказ. Ну, я думаю, что в ближайшее время будут еще жирные анонсы про спойлерю, что следующая банда, это будет Гангринектами. И мы их подписываем уже на релиз, то есть на издание Епишки в следующем году. Вот. Ну, будут еще хорошие банды сейчас, ведем переговоры по переизданиям и подписаниям банд. Мерч, кстати, не так давно пришел. Я прям сюда его отправил, чтобы сразу в тур поехать с ним. Мы работали с Димой из Хребет, Брутал Мерч. Работали, он только что начал печатать мерч, не так давно, вот, кстати, Тишка. Ну, кстати, качеством доволен, то есть он все сделал на Гилдане. Очень хорошая печать, потому что по фото я был немножко разочарован. Типа, не было не совсем понятно. Когда мерч пришел, типа, ну, все круто, вообще никаких нареканий нет. И я думаю, что, возможно, дальше мы продолжим с ним работать. Ну, а так, да, скоро новые анонсы, новые подписания, издания и так далее. Вот так. Были какие-то нюансы в общении с участником Сифилектами, учитывая то, что он является уроженцем Инди? Может, какие-то лоузы проскользили? Да, было. Я, короче, в общем, он увидел, что я, типа, участник Суарианекс. У нас там, типа, на втором обложке есть, на втором альбоме есть облога от Владимира. Смирдуллак, да. С Иисусом, короче, облога. Он такой говорит, ой, мы такую музыку не слушаем, мы христиане. А Тоши зовут, басиста, вокалиста с сифилектами. Он вообще на индусов не похож, он похож на какой-то кореец внешне. Я такой думаю, блин, типа, и Даня такой тоже мне говорит, у вас там, типа, расчлененка на облоге. А тут, типа, Иисус, мы христиане и все такое. Ну, да, это было немного такой забавный момент, типа, вот. А так, нет, типа, он очень приветливый тип, то есть, у нас постоянная с ним связь и контакт, как бы, каких-то таких моментов не было. Ну, они такие азиаты, очень по менталитету похожи на русских, то есть, что-то такое пан-азиатское у нас есть. То есть, он частенько мне довольно-таки пишет, причем пишет на WhatsApp. То есть, у меня WhatsApp, он реально для мамы и для сифилектами, короче, мама, бабушка и сифилектами, да. То есть, вот. Ну, а так, да. Ну, прикольные чуваки достаточно, я думаю, может быть, на фит их позовем. Может быть. На Insight. Вокал достаточно прикольный. А они, кстати, тоже наши братаны на Грухаусе. Типа, я когда им сказал, что мы Insight на Грухаусе, он такой, о, нифига, прям за стенкой сидим тут, можно сказать так. Какими-то инсайдами они не делились касательно нового материала, может быть? Не, нового материала нет, они там новый проект замутили. Я так понял, они сифилектами вообще сейчас особо не занимаются. Тоже, по-моему, на Грухаусе. Тоже на Грухаусе. Тоже на Грухаусе. Немного странное название, но там будет тоже слэм, как бы, и все. По факту ничего такого. Какие условия вы им предложили? Часть мерча просто им отошлете, да? Просто часть мерча, да, то есть процент, роялти, стиража. То есть я у них, типа, спросил, что они хотят сделать. Я им сказал, что какой-то арт я тебе не смогу предложить, давай просто с лого. Мы сделали варианты логотипов в разных цветовых гаммах. И прикинули, типа, макеты, ну, разные макеты с разными, с разного видов мерча. И я ему, типа, говорю, что давай, короче, часть я тебе, такую-то мне. Ну и все в целом. То есть часть стиража они получат. Вот так вот. Расскажи, пожалуйста, Михаил, о своих домашних питомцах. У меня есть два кота. Маркус и Стюарт. Такие великоросские имена, да? Да, моя девушка Мария их так называет. Короче, один кастрированный, жирный и ленивый, а второй дурной, короче. И первый большой толстый кот воспитывает мелкого. Вот так вот. Жирный, как слэм рифы, да? Да, жирный, как, да, слэм рифы. Как, короче, с обложки Deprecation. Мадам. Высок, у нас только жирный. Да-да-да. Но его прям тяжело, короче, в руках держать. Да, толстый, реально. И он очень пушистый. Реально, он очень пушистый. Он, типа, отряхивает себя, и с него шерсть прям летит. Можно идти за пылесосом сразу. Вот так вот. Блиц. Девоармент или обобинейвл девоармент? Девоармент. Да нет. Ну, кстати, я сушил обобинейвл и девоармент. Словишь? Не так уж и плохо. Ну, деворка Каминов. Девоармент. Да-да-да. Нет, конечно, девоармент. Петридите или обобинал Петридите? Петридите. Петридите, да. В смыслах? Вы же слаймеры? Латентная. Не, ну, суши, как бы, ну, нам нравится АП. Первый альбом. И немножко второй. Точно? А, ну, наверное, да, АП я выберу тогда, да, скорее. Не, я выберу Петридите, все радо. Не, АП. АП, да. Окраине или Окраинеус? Блин, Окраине. Окраине. Окраинеус может и ходить? Нет, Окраине. Окраинеус. Я модный сегодня. Каталипси или аналипси? Каталипси. Ну, каталипси, если речь не про последний релиз, то там каталипси. Ну, да, вот так вот. Кардотами или краниотами? Что второе? Краниотами. Ну, краниотами. Словацкая группа. Ну, в любом случае, кардотами. Ну, да, да. Кстати, тоже вот ведем переговоры сейчас с ними по поводу переиздания, возможно, последнего альбома. Но пока непонятно. Вот так вот. Тоже спойлер. Травматами или хаминотами? Не травматами. Прости, Костян, хаминотами. Не вернётесь назад. Ну, я не вернётесь. Даже не назад, а ещё и на концерте получите. Мне не разделились, да, Даниил за травматами? Да, я за хаминотами. Органектами или эпикардиектами? Эпикардиектами. Эпикардиектами. Висерал дисордер или висерал дисгорч? Висерал дисордер. Ну, да, да. Ну, вискрал или висерал, вы, наверное, не знаете, вот эти группы. Ну, висрал я называю. Висрал, блин. Они тех какой-то, да, играют, по-моему. Вискрал индонезийский Братл Дэд, а висерал европейский какой-то. Чилийский, по-моему. Чилийский, я уж сам забыл. Вот я прям помню, как логотип увидит. Чилийский висерал выходил на носе, как бы уже, как бы, символизирует. Ну, всё это, да, вот я за них. Ладно. Дисгорч или дисгорч? Дисгорч, американский, да. Ну, да, американский. Экстерминацион, дисмембермент или эмбодимент, эллиминейшн? Экстерминацион, дисмембермент. Ну, нет, нет. Е-Е. А, блядь. Вот всё, вот всё, шутка, эмбодимент, эллиминейшн. Вот. Нормал. Дисфигуринг за гадость или дисфигурмент оф лэш? Пф, дисфигурмент оф лэш, конечно, да. Дисфигурмент оф лэш или проститют дисфигурмент? Дисфигурмент оф лэш. Да, да. Деприкейшн или деприкейтед? Ой, я вообще не понимаю. Деприкейтед, наверное, всё-таки больше. Больше деприкейтед. Мне дам мне название больше, нравится. Ну, Григорий, повысит цену логотипа для вас. Да. Деприкейшн или манифестинг обсцените? Деприкейшн. Деприкейшн. Церебрал инкубэйшн или церебрал оф южн? Церебрал оф южн. Ну, хотя, блин, я и тех, и тех люблю вообще. Инкубэйшн. Инкубэйшн. Ну, тупо не, значит, тупка. Тупка. Сминус-минутная тупка. Гаттерл Секрет или Гаттерл Слак? Гаттерл Секрет, конечно. Капарфолик, асфиксию, любимый трек. Отлично. Топ-3 слэм альбома. Какие придут новым? Можно топ-1? Альбом или... Именно с арбом. Альбом. Ладно. Дайте его входил из фертилити. Второй. Блин, ипишки нельзя, да? Давай, Лан, ипишки тоже мало. Топ-3 слэм релиза. Хорошо. Ну, как я уже сказал, первый дайте его входил из фертилити. Второй. Инцестус Импрегнейшн, релиз, который у Ворда выходил. И третий Корпс, а нефига. Все. Так, три любимых слэм альбома. Наверное, это будет второй альбом... Нет, это будет, короче, последний альбом Мэггат Кэллани. А потом это будет второй альбом об Аминейбл Патридити обязательно. И... А нефикал Корпс. Да. Вот эти, короче, релизы. В информации на фейсбуке у вас указано, что вы играете с слэминг дэдметал. Считаете ли вы, что слэм — это не брутал дэд? Да. Ну, типа, на мой взгляд, это уже давно отделившийся, так сказать, жанр от брутала. Мне вообще в целом не нравятся все эти деления. Ну, типа, для меня это все дэдметал. Типа, там же в целом-то выбор нот, рифинг, он... видоизменен, но подразделять именно слэм и брутал, и дэдметал классический, неклассический, мне кажется, некорректно. Ну, типа, культура-то, она довольно-таки одна, и разделять не стоит. Конечно, есть вот эти, типа, какие-то... Но есть же просто цифалатрипси с их дебютным альбомом, который... Трудно же назвать это бруталом, да? Типа, как патридити. Не, ну, если вот именно по тегам разделять, то да. Но это же все дэдметал. Типа, и цифалатрипси, и дэнкфетулс, и интернал блединг, и дэсайд. Это же все, типа, какая-то одна большая движуха. То есть там есть один, типа, принцип. Это валева, это тяжесть и кач. То есть там же не будет каких-то непонятных откровений, да, странных. Ну, если мы сейчас просто говорим про теговые разделения... Если про теговые, то, конечно, да, слэминг — это отдельное направление. Да, отдельно. Именно слэм, да. Потому что мне вот иногда непонятно, потому что слэминг, brutal, dead metal — полное название, да? То есть во фразе присутствует слово brutal, dead metal. Думаю, brutal здесь как обозначение тяжести, скорее. То есть уровня тяжести, звучания. Ну, да. То есть группа может играть материал типа эзофагуса, но по тегам она будет слэминг, brutal, dead metal. Хотя brutal там, ну, типа, нет особо-то. Вот так что я думаю, да, ну, типа, надо разделять. А как вам такой стиль, как NewDM? Считаете его, что он существует? Да, я думаю, что да. То есть это вообще... Ну, у него обособленное звучание. То есть это все, что похоже на... Dank Fiotis, Internal Bleeding, Discornate какой-нибудь, Misery Index. Soilus of Void. Да, да. То есть это... Там очень большая превалирующая хардкорная составляющая. То есть это может быть выражено и в вокале в том числе. Но это в первую очередь, на мой взгляд. В этом вокале, и типа, при хардкоренном рифинге выражено. То есть там такой активный грувовый кач. И читка, наверное. Ну, в некотором смысле. То есть там уже, наверное, даже не столь важное разделение, brutal это или не brutal. То есть это нью-йоркский dead. Это просто рэп просто. Просто рэп, да. Типа вот Merciless Concept. Вот. Как вам вообще по душе, NewDM? Да. Это крутой стиль, но его надо уметь играть, наверное. Ну, как весь, наверное, это адекметал надо уметь играть. Ну, типа, он очень такой... Тоже, конечно, сложно сказать, что нью-дэм, что не нью-дэм. Наверняка точно, наверное, наверняка точно это какой-нибудь Deng Fetus. Опять же, можно поспорить с этим или Internal Bleeding. Ну, вот лично для меня приставка New, да, New York, это типа, в первую очередь, обозначает то, что превалирующее большинство риффов взяты как бы с хардкора, и вокал, он именно аранжирован как какая-то некоторая читка, хип-хоп, хип-хоп-читка. Вот. То есть для меня, ну, типа, я не считаю, что Deng Fetus — это нью-дэм именно в рамках отделившегося, да, современного жанра нью-дэм. То есть понятно, что это группа из Нью-Йорка, которые... Хотя, по-моему, они не из Нью-Йорка, да? Откуда они? Балтимор Мэриллд. Вот. Ну, у них риффинг схож с нью-дэм, а вокал... Вот. Ну, типа, там есть, видишь, мне кажется, техничная большая составляющая со свипами, есть брутальная, а есть хардкор риффы. Ну, типа, наверное, можно их в каком-то смысле отнести к этому. Как вам группа Fetal Decay? Да, нью-дэм почему нет? Мне кажется, да. В каком смысле ты имеешь в виду? Нравятся? Нравятся, нет? Нет, мне нравятся, они похожи на Deng Fetus. Даже название, да, похоже? Даже обложки похожи. Да. Да. Даже вокал похож. Ну, как, я, типа, не особо их слушаю, не особо вникал в их творчество. Но я точно могу сказать, что вживую, опять же, хотя я не был на их концертах, я знаю, что вживую классно, потому что у них очень крутой живой барабанщик. Качественно. Да, это очень знаковая и значимая группа для нашей сцены. Брутал вообще не только для нашей сцены. Ну да, и не только для нашей сцены. Ну да, и не только для нашей сцены. Типа, вокалист же записывал Swoomitrim Nance, да, кажется, альбом отдельный. Которых тоже, кстати, к Нью-Йорку можно отнести. Да, да, в том числе. Так что, ну да, типа, культовая команда в свое время, да, русской отечественной дэдметал сцены очень много сделали. Как и Aborted Fetus, например, тот же самый. Вот. Как вам соло в дэдметале? Смотря в каком дэдметале. Ну, в Aborted Fetus тоже, да? Там уже обилие соло, да, таких врачных. Соло в Aborted Fetus мне не нравится, но, типа, да, это, наверное, зависит от композиции. Типа, когда оно в кассу, когда оно круто сыграно, это да. Когда оно ни к чему и непонятно зачем, это нет. Типа, если это просто музыкально звучит, то вообще никогда не против соло. В тональность и с какими-то прикольными интервалами, это круто. Если, типа, способности гитариста позволяют на то, чтобы придумать классно сыграть соло, то супер. Да, я думаю, так. Да. То есть соло, они больше уместны в технике или в олдсколдетметре, да, там, если некорфагист какой-нибудь, то, пожалуйста, а если брутал дэд, то... Да, можно в брутал дэд, типа, если ты брать биоморфик, ингульфмин, там же тоже есть соло. Там тоже соло, да. Да, это круто, это просто разнообразие, это делает более, ну, музыку живой. То есть, как раз-таки, мне кажется, наоборот, брутал, который не так уж и часто... Типа, в нем не так уж часто какие-то есть селики, если оно там есть, типа, это, наоборот, прикольно, мне кажется. Вот так вот. А вот с колдет метал, как вам вообще, нравится? Да, конечно. Я слушаю. Ну, да, я тоже могу периодически. Тем более, он сейчас тоже на волне, то есть Dark Distance Records, всякие вот такие, типа, Blood Incantation, и очень много всяких новых групп. Группы типа Gate... Gatecreeper, да, да, вообще супер. Они волну некоторую задают, которая в том числе и в России прослеживается в виде групп Государе. Вот новые молодые ребята, Rotten Sculpt. Неплохой материал, кстати. Вот, Государь, а потом Another Side есть, команда. То есть, есть, короче, прям четко прослеживаемая волна. Да, Вомбрипер тот же самый. Волна, да, Вомбрипер. Есть, короче, четко прослеживаемая волна Old School, Dead Metal, которая популяризируется со временем. Я думаю, еще, ну, типа, она только набирает, типа. То есть, возможно, через, знаешь, там, лет 5-6-7 Old School заменит Blasting, который сейчас на пике, возможно, своей какой-то популярности, да, пройдет время, Old School будет на его месте. Относимся положительно. То есть, это большая крутая школа, от которой, по сути, все и пошло. Вот так вот, наверное. Как вам, наоборот, модерновый такой Dead Metal, как Benighted, Aborted, такие группы? Aborted мне лично не нравится, а Benighted я очень люблю. Но, типа, не то, что модерновые в плане звука. У них очень крутые решения в плане композиции. То есть, они круто совмещают Grand Core с техничными рифами, с каким-то... Они же тоже там из брутальной тусовки вышли. То есть, ну, эта банда мне очень нравится, например. Типа, если, ну, да, знаешь, условно модерновый брать какой-нибудь Kettle Decapitation. Но это же тоже крутая банда, на самом деле. Типа, здесь уже звук-то, на самом деле, не такой играет большую роль, а играет роль то, что они уникальны в своем каком-то роде. То есть, если брать Benighted, тот же самый... У него же там до хрена техник, бокалов всяких. Музон достаточно интересный. То есть, можно послушать. А Aborted мне не нравится. Я буду немногословен. Мне не нравится. Вот и все. Aborted раньше слушал, когда, знаешь... В тот период, когда я слушал все подряд и Trash и Black, и вот из Dead Metal я как раз-таки слушал Aborted и... Все. Ну, типа, тогда мне нравилось. Benighted не заходит тебе? Я слушал, знаешь, очень выборочные треки, и я не помню, что там. То есть, я не вникал в такой музон вообще абсолютно. Поэтому... Но я больше склоняюсь к тому, что он мне не нравится. Вот я слушал последний альбом Kettle Decapitation, и мне не понравилось. Не знаю. Ну, типа, никаких придирок там к звуку. Просто не моя музыка, не мой материал. А нас, кстати, звали на разогрев Benighted с Depths of Black, но мы почему-то не поехали. Куда? В Москву. Когда-то давно. По-моему, ты уже был там. А может и нет. Нет, вряд ли я был. Назвали на Black Tank, на разогрев. Ну да, она такая тоже была. В Калининград. Да. Вот. Как вы относитесь к критике модернового звука? Мол, вот, мы все проебали. Раньше было лучше, трава зеленее. Да, да. Ну, слушай, у нас у самих-то типа релиз получился достаточно модерновый, откровенно говоря. И, ну, типа, это ни для кого не секрет, кто более-менее понимает в звуке, в музыке нашей. Вот. Но, опять же, мы не преследовали цель сделать модерновый альбом какой-то. Просто так получилось, так сложились обстоятельства. В каком-то смысле даже от того, что наш альбом получился достаточно чистый и вылизанный, грубо говоря, я начал обращать внимание на такие группы. Хотя, мне вот, например, не очень, там, нравится, окей, там, органектами, например, тот же самый. Или вот у Science of Omnisight тоже достаточно чистый такой предоткоренный звук и прочие-прочие команды. В общем, начал обращать внимание. Раньше я просто выключал сразу такой, блядь, нет, спасибо, не сегодня. Сейчас я прослушаю релиз и уже какие-то выводы потом для себя сделаю. Так что я без критики отношусь к какой-то жесткой. Конечно, когда есть определенная волна на такой звук, когда многим он нравится. Дэдметал, возможно, в каком-то смысле теряет свою аутентичность и свою, что ли, идею быть в андерграунде. Вот. А так, нет? Спокойно, короче, сейчас абсолютно. Ну, наверное, типа, у меня первый вопрос, модерновый звук, а это какой звук? Потому что модерновый, наверное, это… Не стоит, наверное, все разделять на трушный и модерновый. Это все-таки все везде по-разному. Потому что если сравнивать наш звук, да, он модерновый, и звук АП, он тоже модерновый. Но что тот, что другой, они абсолютно разные по ощущениям и по восприятию. Типа, я отношусь нормально, но если он, типа, не сильно пластиковый прям. Прямо когда совсем-совсем пластиковый. Типа, если не перебор. Потому что я достаточно раньше много слушал дедкора всякого. Ну, типа, просто мне было интересно. И там же практически везде звук пластиковый. И вот, например, я сейчас не могу его адекватно как-то воспринимать. То есть у меня уже заведомо предвзятое отношение к этому стилю. А, типа, наверное, больше зависит в таком случае от материала. То есть если мне музон вкатывает, я могу и с модерновым звуком послушать. Окей. Наверное, так. А как вам Old School Brutal Dead? По кайфу, если не сильно тупой. Ну, типа, тоже можно послушать. Группы по типу Бафомет какие-нибудь такие. Банды супер вообще. Мне эта музыка, типа, напоминает какие-нибудь старенькие фильмы ужасов. Как-то вот так, вот, короче, черно-белые. А я даже в Old School, именно в Old School не Brutal. Я не вникал в Old School слэм, типа дисконформити. Да, вот такое, можно послушать, мне нравится. Вот. Ну, или там, что там, типа, горбинт какой-нибудь. Можно горбинт назвать Old School слэмом? Скорее всего, нет. Old School слэм, это скорее будет какой-то Afterbirth, Repedilation. Угу. Вот такого рода группа. Окей, ну вот. Ясненько. А как вы относитесь к кастрюльному малому барабану? Круто, супер. Да, что, как относится? Нормально? Ну, типа, вот на релизе MM следующем будет кастрюля прям. Морфогенетик, Моуформащик, да? Да, да. Морфогенетик. Будет кастрюля валевая. Ну, типа, у нас даже на нашем альбоме там кастрюльные нотки есть, потому что, опять же, сэмпл брали с MM, с записи MM, только там необработанный практически, рабочий. То есть, Боровых обработал ваншот по-другому, а Костя Огроков сделал его более таким кастрюльным, короче. Вот. Так что абсолютно спокойно. Если знаешь, это не в крайность уже, да, когда ты слышишь только его, типа, если только кастрюля, там, типа, как... Ну, да. Дестемия. Ну, мне, по крайней мере, показалось, когда я слушаю последний вот их релиз, просто все, вообще все глушит. Или я, конечно, могу тоже горуху какую-нибудь послушать, но я до сих пор пока не дошел до такого музла, типа, вас, да, я в Humanity там. Это же, ну, я ж пиздец, типа. Прямо просто... Сейчас придем домой и будем слушать. Сейчас будем, да, слушать. Ну, короче, да. Вот. Ну, нормально в целом. То есть, Грайндкор и Горграйнд — это не ваша чашка чая, да? Нет, нет. Ну, я могу послушать, типа, я к Грайндкору хорошо отношусь, а с Горграйндом я просто мало знаком, но мне кажется, тоже крутой стиль. Ну, знаешь, типа, там, на тусовках с Костяном включаем Putrefaction and Progress какой-нибудь у Old Doha, и все, я вам просто как фоновая музыка ебашит. Я иногда обращаю внимание на что там звучит, но никогда, знаешь, не было такого, что я прям включил и пытался это как-то понять, что это за муза он вообще такой. Вот. А как вам такие грубо, как Инжестед и Волладаня? Да, да никак. Да, типа, пункт на них на самом деле. Вольву Диньи не нравится Инжестед? Инжестед? Первый или второй альбом? Инжестед оказали, ну, типа, какое-то, наверное, влияние на формирование, типа, слэмин, модерновой именно слэминг-сцены. Ну, как и в Вольву Диньи тоже, наверное, с натяжкой. Инжестед-то просто постарее будут, чем... Инжестед просто скорее больше на дедкор оказало влияние, нежели чем-то, ну, типа, на слэм какой-то. Вот. Так. Да, нам, в общем-то, все равно. Мы не знаем, как не активно хейтеры. Да, мне, типа, Вольву Диньи не нравится, я слушал, а Инжестед я послушал, забыл вот так, короче. Какое-то переиздание, по-моему, альбом у меня понравилось у них, и все. Да, в целом, как-то, да никак. Ну, правда, когда знаешь, видишь там, типа, косметику от Вольву Диньи, ну, типа, это наталкивает на определенные эмоции, так сказать, даже несмотря на то, что там, может быть, и группа неплохая, хотя нет. Думаешь, ну, или чай инжестед, ну, ёп твою мать, ну, чай. Манифестинг обстояние Ти. Да, 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 да. Спиздер на название, пропа и чай еще. Выживайте Ширмана. Просто не жестно, кто это, что это за группа? Манифестинг обстояние Ти сейчас на слуху, и они решили на них спиздер на название на чай. Просто один из участников случайно открыл словом World Wide Web. И все, и такой, о, я забираю. Ну, короче, блядь, типа, чай, косметика, ну, пиздец же. Чуваки, вы музыканты или вы ребята, которые… Или вы краситесь и пьете чай, да. Типа, да, заработать сюда пришли. Понятное дело, что у них там уже и так настолько мерч-стор разнообразный, что уже некуда. Ну, это же не значит, что, блядь, надо делать чай и косметику. Реально чай? Чай, чувак, ты не видел? Там чай, типа, с их этим, с эмблемой. Причем, наверное, 100% какой-то обычный чай. А, я тут… Ахмад Шай. Ахмад, да. Типа, принцесса, принцесса. Я тут это видел. Вайчес Инстинкт выпустил соус чили, кажется. Да, соус чили вот с этой группой. Да, да, да. Почему? Или дизентомб тоже там, соус какой-то был. Дизентомб тоже был. Да, блядь. Ну, ладно, я еще могу понять, когда пиво, типа, да, группа. Ну, да. Вино там какое-то. Это можно в рамках какого-то фестиваля организовать, это будет прикольно. Ну, типа, почему нет? Да, и пивасик хоть какое-то косвенное имеет отношение к культуре, а косметика… Косметика, чай, перец, чили… На женскую аудиторию рассчитан. Да, типа, для вульвы. Это что-то пиздец уже. Крайности, ребята. Вот. А какую еще музыку слушаете, помимо садистской мясорубля, до часа полтора? Какую мне шевелишь музыку? Разную. Я пытался вникнуть в джаз. Нравится электронная музыка. Да хип-хоп редко могу послушать. Типа, а так, в основном, всякий металл слушаю разный. Рок, вот. Как-то так, короче, рок-металл слушаешь. Рок, дебил. Короче, не знаю, но типа, я люблю Devilish трио послушать. Это хип-хоп трио из Нэшвилля. Такое типа, Baker, Funk делать. Ну, вот это в последнее время, что я слушаю. В основном, хип-хоп. Там, типа, британской школы меня там друг натаскал. Я слушаю постоянно. В основном, хип-хоп. Да, блядь, тяжелой музыки и так в жизни, на самом деле, хватает, когда ты постоянно занимаешься, когда ты живешь. На самом деле, это в определенные моменты может заебать. И ты, типа, чувствуешь какую-то усталость, выгорание. Поэтому хочешь, не хочешь, а ты на автомате переключаешься на другие жанры. Ну, вот мы, например, очень любим в компании, да и я лично этим от Костина, кстати, заразился, послушать какой-нибудь Скрим или Мидвест. Вот, тоже зашариваю за группы, за эту культуру. Ну, вот, наверное, все. Мидвест, хип-хоп, как русский. Некоторых ребят я могу послушать тоже, как имена, блядь. Вот, и, ну, типа, русский и зарубежный хип-хоп. Моргенштерн. Да, каждый день. Каждый Морген. Моргенштерн. Альбом Пыль, мой любимый, кстати. Легендарная Пыль. Точно. Да, металлы всякие, типа, ну, я в основном металл. Ну, металл, конечно, да, это основной основной. Альбомирующая. Просто он же очень разный по этому, очень разный металл. Да. Ну, я вот стараюсь все-таки не выходить, там, знаешь, за рамки и вообще дата металлу куда-то. Не потому что, точнее, я себя, типа, не заставляю это не делать, а потому что я, когда листаю, там, свой плейлист или рандомные треки выбираю, там, в ВКонтакте, например, мне попадаются какие-то треки, которые я раньше очень сильно любил, там, треш-металл команд, например. Но я их просто сейчас не буду слушать, потому что это мне не вызывает абсолютно никаких эмоций. А вот послушать какой-нибудь, там, не знаю, ультирейт или поискать какие-нибудь новые команды. Вот я, например, недавно открыл для себя Artificial Brain команду, очень классный музон делают. Последнее время слушаю очень много Ominal Scriptures, Relics of Humanity. Вот такой музон мне прикалывает в последнее время. Ну, и я, типа, в последнее время слушаю много black-металла всякого, Doom, типа, такого. Пост-металл тоже бывает. Ну, короче, как-то так. А на какой громкости предпочитать и слушать музыку? Ну, я на максимум практически всегда выкручиваю. Практически. Иногда бывает, я, знаешь, я такой иду, типа, и думаю, блядь, ну, сделай потише, ты же оглохнешь. Ну, просто у меня уже, я замечаю, что есть проблемки со слухом, что я люблю послушать музыку громко в наушниках, плюс я еще барабанщик, вот, и я планирую у себя в уши сходить, промыть, есть такая процедура, вот. Так что стараюсь не на максимум. А я, наоборот, типа, слушаю на небольшой громкости, потому что если я, типа, громко делаю, я просто... Я как-то теряюсь, типа, перестаю услышать именно все нюансы. То есть мне нравится слушать на небольшой громкости что в наушниках, что так, а я, наоборот, типа, слушаю все более отчетливо. Вот так вот. Типа, если я делаю все громко, там, например, либо банки, либо вокал перекрывают все, я, типа, за гитарой не успеваю следить. То есть я слушаю на небольшой громкости. Вот так вот. А что, предпочитаете, наушники или колонки? Ну, по большей части наушники, наверное, потому что колонки надо иметь очень хорошие, чтобы прям наслаждаться этим, короче. Вот. Поэтому я как-то за наушники буду. Дома колонка, а если где-то, то наушники. Вот так вот. Да, уж с нами классика СБДК. Не на пищалках надо слушать. Да. А с носителей слушаете музыку, то бишь, с дисков, с винила? Ну, к сожалению, наверное, пока нет. Хотя я вот бывал, ну, типа, когда, точнее, у Костяна, там, сидим, мы бывает что-то можем очень редко включить с диска. И я не выкупаю разницы, но мне кажется, я и не пойму, если это будет, знаешь, типа, редко так очень происходить. Надо заниматься этим как каким-то, ну, как хобби, да, типа, люди этим занимаются, слушают на постоянке, только на дисках. И мне кажется, только тогда ты можешь понять, в чем вообще соль, потому что… Слушай, ну, я вот все свое детство провел среди пустинок, и когда еще не было интернета, типа, у меня отец же, он до сих пор слушает только CD и винил. Типа, он вообще, типа, не может слушать цифру. Он этого, ну, типа, не понимает, ему не нравится. Я тоже, ну, не особо выкупаю, в чем разница. Но, типа, у меня просто тоже, наверное, и аппарата нет какого-то, вменяемого, чтобы слушать. А так, до появления интернета в моей жизни, я неосознанно слушал музыку родителей-то на дисках, вот так вот. А сейчас нет, сейчас это все в цифре. Ну, мы, наверное, с Данией такое поколение, что у нас просто нет этой культуры взять, пойти купить диск и там куда-то ее на полочку поставить. Плюс вся эта мобильность современной жизни, она просто не предрасполагает к тому, чтобы ты ценил именно CD как таковой, там, типа, слушал, сидел, разглядывал. У тебя тупо на это времени нет. Ты же слушаешь музыку, когда ты в основном что-то делаешь, куда ты идешь, едешь там. То есть у меня, например, нет такого, что я там в течение дня себя посвящаю, чтобы музыку послушать. Я ее слушаю, когда я что-то делаю, как правило. Ну и слушание, прослушивание с носителей, в этом есть некоторые элементы ритуала, да? Да, конечно, да. И это свой кайф по-любому. Потому что я вот, ну, типа, никогда не понимал раньше, да, что это такое по понятным причинам. Вот, а когда у меня просто начали появляться диски, но я их даже ни разу не слушал, я, ну, не сказать, что что-то чувствовать к этому начал, но просто сам факт того, что вот у тебя здесь группа, и там буклет, ты можешь почитать, посмотреть, все это в руках подержать. То есть это не где-то там в мусиммерном пространстве, вот, типа, диск команды. Это вызывает определенные приятные эмоции. Но я, повторюсь же опять, я не слушал и не слушаю до сих пор. Типа это больше, наверное, как сувенир. Ну, то есть для тебя музыка воплощается в каком-то таком физическом, в физическом каком-то своем свойстве, проявлении. Ну, приятно, конечно, подержать буклет, подержать там, посмотреть фоточки. Особенно, когда это очень круто оформлено. Например, как у дебютном альбоме Dizzy and Tomp Nisery. Там же вообще они очень сильно запарились над оформлением. Там на каждую страницу отдельная картинка. Вот. И да, такое приятно посмотреть, почитать. Или минималистичные, наоборот, оформления тоже мне нравятся, когда там максимально сжатая информация о команде. Там нет такого, что все в текстах, вообще все, и не на что посмотреть. Кстати, первый мой диск, дэтметал команды, я, кстати, напиздел, я слушал диски, я вспомнил даже сейчас период, то ли, то ли мне... Короче, есть там лейбл у нас местный, металл рейс называется, в Златоусте базируется. Он занимается издательством олдскульных, короче, групп, олдскул трэш, олдскул дэт. То ли мне, то ли подарил, то ли я купил релиз группы Mental Demise. По-моему, украинская группа, вот. И я его слушал, естественно, только с диска. Я его сидел, часами рассматривал, насколько охуенное там оформление. Да и просто, типа, диск было приятно, дрожать, слушать. И это... Хорошо, что я вспомнил, потому что это, наверное, одна из немногих групп, благодаря которым я пришел в дэтметал вообще. Вот. Ну, у меня, наверное, есть такая небольшая скромная коллекция дома. Это два диска реликсов, короче, потом релиз от Лорда Шин де Сайба на Катамари, короче, японцы, чем они еще есть. Total Despair, диск подарили в прошлом туре, тоже очень прикольная банда. Asuarie Annex, два альбома, короче, есть. И Cephalic Impurity, тоже, кстати, очень крутой буклет там. И как-то, типа, были мы в туре, я купил у Семена несколько дисков, по-моему. И там еще был вестерал Disorder, который Андрюха все хотел купить, ему что-то его пропустили вообще, типа, легендарный слэм альбом. А как вы относитесь к современному кассетному тренду? Я поотношусь положительно. Ну, мне кажется, в этом есть какой-то свой шарм определенный. Что винил, что кассеты. Вообще говорят, что, типа, вот этот 21-22 год, это будет годом винила, кассеты Spotify. Ну, типа, что если ты хочешь как-то музыку где-то послушать в дороге, либо в пути, это Spotify, а если дома как ритуал, то это кассета, либо винил. Ну, типа, вот так вот. Ну, на общем, опять же, фоне, да, возвращаясь к теме того, что Old School Dead Metal становится популярным, как бы не менее очевидно то, что кассеты и физические носители становятся более популярны в наше время. Да вообще, это вся мода на 90-е. Да. Она не только в Dead Metal присутствует. Да, вообще, типа, да, в социуме мода на олимпийки, на кроссовки разноцветные. Вот, так что это все не только в музыке. Это все как-то общая волна, короче, есть. Вот. Вы пользуетесь, да, Spotify? Да. Да. Насколько я в меру своего бумерского разумения могу судить, там есть такая функция типа shuffle, да, и можно треки перемешать в рамках одного альбома, да? Да, можно миксовать, типа. Да, да. Вы так делаете? Нет. Это просто очень странно, мне кажется, знаете, мешать в рамках одного музыкального произведения треки перемешку. Ну, просто, наверное, как функция у них есть такая и все. Типа, когда тебе предлагается послушать разные команды, ты имеешь в виду? Именно один альбом, да, и почему-то там есть функция смешать треки, нахуя. А, ну он просто тебе рандомный трек включает. Зачем, если они по порядку идут? Это все равно, что головы в книге перемешать, я не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну, да, да, согласен. Вообще? Не знаю, может быть, в какой-то другой музыке это и имеет смысл. Типа, в поп-музыке там же без разницы, в каком порядке идут треки. Да, или типа, в такой, знаешь, фоновой музыке для спорта, например. Тебе же не имеет значения, тебе именно ритмик эти положены. Вот. Так что. Какими-то иными сервисами помимо Spotify пользуетесь для прослышанной музыки? iTunes, да. Я тоже iTunes пользуюсь. То бишь, вы пользуетесь iTunes, а Spotify, да? Да. А каким больше? Мне, честно, Spotify больше нравится в последнее время, потому что там шире библиотека. В iTunes все-таки пропадают релизы и появляются очень странно, он там что-то не находит. Там более удобный интерфейс. Да, и он приятный. Он приятный, там, типа, есть дополнительные функции по типу, там можно качество музыки, например, выбрать. Громкость. Громкость, битрейт, типа, вот такие штуки. Угу. Уже относительно недавно, да, появился в России Spotify? В прошлом году. В прошлом году. В прошлом? Да. То есть в 20-м, да, году? Уже привыкли как часть жизни, да? Ну да, конечно. Да, суперучая. И у вас какой-то тарифный план, наверное, там, вы платите, да, как-то? Подписка, да, есть. Да. Там 169 рублей. Ну, типа, у меня 169 рублей в месяц, да? Да. У меня студенческая. Студенческая подписка. Подсадили на иглу. Пока очистываешь. Ну, у меня, типа, от МТС была первые полгода бесплатно. Потом, типа, я оставил, понравилось. Таким образом, на улице вы довольно часто слушаете музыку, да? Практически всегда получается так? Да. Я даже никогда не привычный, если я куда-то иду, если... Ну, типа, у меня просто такого не бывает, что если куда-то иду, музыка не играет. То есть я вообще все стараюсь делать с музыкой, если я не работаю. Если не занят чем-то, что требует напряжения головы, то я все делаю, слушая музыку. Ну, типа, это привычка, уже выработанная годами, наверное, вот так. Ну, я, кстати, в последнее время стараюсь периодически ограничивать себя в этом плане. Ты знаешь, ну, тебе хочется что-то послушать, но ты этого не делаешь намеренно, потому что в каком-то смысле оттягиваешь, что ли, удовольствие, типа, и желание что-то заценить какой-то релиз там, или наоборот, там, хочешь, когда я, допустим, домой с работы иду, под вечер, я думаю, ну, как бы, надо не заебывать себя самого и, может быть, подумать о чем-то там, о жизни. Просто мне трудно это делать, когда играешь что-то на фоне, я просто либо слушаю, либо не слушаю и, соответственно, иду там, думаю о чем-то, о своих личных вещах. Ну и плюс иногда есть такой момент, что когда прям весь день слушаешь музыку, все-таки начинают болеть уши, да, это прям физическую… Ну, у меня просто редко так бывает, чтобы целый день не давалось. Превращается, я слушаю в каплях и, типа, у меня просто начинают болеть и я не перестаю слушать, вот, как-то так. Не знаю, я как-то испытывал какую-то постоянную жажду прослушивания музыки, может быть, это действительно какая-то привычка от родителей осталась. Потому что у меня реально, ну, типа, на протяжении всей жизни, то есть воспоминания детства, я сижу там, типа, делаю уроки, а отец там металл слушает какой-нибудь. И, типа, это настолько уже, типа, часть твоего какого-то дня, что я, типа, там просыпаюсь, включаю музыку, иду там зубы чищу условно. Типа, это во-первых, а во-вторых, я стараюсь какую-то постоянно новую интересную музыку искать для себя, что я не слушал раньше. И тем самым пытаюсь, как бы, вдохновляться, что-то привносить там в какие-то свои треки, может быть. Вот так вот, короче. Мне просто, типа, это интересно. Вот, наверное, так. И всегда было интересно. Вот. Вопросы от подписчиков. Фома Кеняев спрашивает. Кто король металла? Валерий Кипелов. Солидарен. Это был риторический вопрос, ответ был сразу понятен. Андрей Тарский. Ожидается ли переиздание-переиздание сингла с редизайном ремейк-карта? Ожидается. Тоже риторический вопрос. Да. Ну, кстати, хороший вопрос, мне понравился. Ну, типа, у нас, по-моему, промка, да, была с девушкой с полком? Вот. Это же промка, и мы, может быть, от Риверсов Гор сделаем мерч. Любее чувак троллить просто. Да я знаю, ну ладно. Да пофиг. Сделаем просто, возможно, мерч с... промкой, и это будет переиздание промки. Да, но обязательно сделаем ревамп арта. Да, да. Спасибо за вопрос. Да, спасибо, Андрей, за вопрос. Сергей Крюков спрашивает. Почему так пиздато? Первый, блин, не комом. Это вообще законно? Ты знаешь, что этот мем, типа, штраф сердечко, короче. Это вообще законно? Да нет, типа, для кого-то комом, для кого-то, не комом. Для нас, ну, лично по моим ощущениям, комом. Да потому что у меня, типа, другого не было. Я же не делал другие релизы какие-то, помимо промки и сингла. Вот. И, блин, ну, хорошо все вышло, но просто есть нюансы, которые раздражают, так скажем. И просто альбом делался долгое время, очень щепетильно. Это все в моей голове прорабатывалось. Каждый момент, каждый элемент я по миллиарду раз прослушал. Ну, это стандартная херня, короче. В общем, я хотел, чтобы получилось что-то крутое и получилось что-то хорошее, наверное. Ну, да. Ну, наверное... Спасибо, да, спасибо за комплимент. Да, я оцениваю альбом сам на 4 с минусом из-за звука и каких-то, может быть, нюансов в вокале. 4 с минусом из пяти. Из пяти, да. Ну, типа, а так, по моему мнению, лучшие альбомы группы это первый, второй или третий альбом. То есть первый, второй, третий релизы, они, как правило, очень мощные. Ну, как правило, это второй альбом у групп в своем большинстве. Поэтому, я думаю, если здесь мы сделали хорошо, то дальше будет только круче. Вот так вот. Анна Соколову спрашивает, как сильно жизнь в России мешает творческому развитию в целом? В России все против творческой жизни, по-моему. Ну, типа, в плане вдохновения, конечно, все наоборот к этому, а в плане возможности реализации все достаточно сложно, нежели в каких-нибудь европейских странах или штатах. Типа... Да, у нас просто культура другая, абсолютно. Да. В плане восприятия и поддержки там какой-то музыкантов. Да. То есть если у нас люди-то как бы не ходят на концерты, у нас в принципе не заведено там ходить на концерты. Может быть, на концерты еще есть такая тенденция ходить, а вот что-то покупать. Покупать, да. Да, да, это сложности с этим присутствуют. Это начинают подписки на Spotify, заканчивают мерчом там и билетом на концерт опять же. Да, поэтому, конечно, трудностей своих. Плюс стоимость в передвижении, покупке инструментов и прочего. Да, все вообще, абсолютно. Так что это все чисто... Тяжелая музыка, тяжелая во всем, как говорится. Да, по-другому и не скажешь. Егор Толстых спрашивает. Кто лучший слеймер? Наверное, имеется в виду, какая слейм-группа сейчас короли слэма. Сейчас? Офигеть, да не знаю. Ну, блин, короли слэма. Кто типа на слуху? Очень сильно, наверное, можно сказать. Блин. Нет, короче, ответ нет такой группы, да? Как будто бы кто-то есть. Ну, не знаю. Типа давай, окей, если сделаем так, просто начнем для меня. Лучшая группа в слэминге — это травматомия. Сейчас? Да, сейчас. У тебя? Я не знаю. Да нет, да типа именно вот какой-то сейчас новый последний командный, наверное, не могу сказать. Не знаю. Владос Курилов спрашивает. Даня, почему ты ешь? Я не знаю, что это значит. Потому что. Потому что. Что у меня длинный волосами я находился, в принципе, за свою жизнь. Привет, Владосу, кстати. Мне холодило, да. Андрей Иванов спрашивает. Почему нет каверов на LJ? Потому что ожидается на IP-шке. Как еще можно ответить? Ну, кстати, ну, почему нет каверов на LJ? Да потому что прошла популярность LJ. Вот мы и не делаем на него кавер. Вот она. Наверное, самая. ЛJ сделает кавер на Ezek and Sight. Да, скорее, 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 да. Тайл Кошлев спрашивает. Сколько на будущем втором дебютнике будет флажолетов? Больше или меньше, чем на первом дебютнике? Больше флажолетов, богов флажолетов? Больше флажолетов. Будет больше флажолетов. Будет как у группы бегут флажолетов. Много, то есть. Или по три детей. Да. Много. Чуть более, чем у Малигненца, да, короче? Илья Рыщев. Как стать успешным в слэме, если ничего не умеешь делать по жизни? Никак. Если ты ничего не умеешь делать по жизни, нигде ты не станешь успешным. Там, по-моему, уже ответили на этот вопрос в комментариях. Да, Brain Salvation, кажется, писал Мал. Самые подходящие. Тот, кто ничего не умеет по жизни и становится успешным. И так, и так уж становится успешным в слэме, да. Это хейтер, хейтер. Павел Булах. Надеюсь, правильно ударение поставил. Ваше отношение к слэм-чикам, наверное, к слэм-чиксам и к слэм-носкам? Ну, у меня, наверное, по большей части отрицательное, что к тому, что к другому. Потому что слэм-носки, ну, типа, зачем они нужны, блядь? Что, ходить дома, показывать их своему коту или просто, знаешь, получать какое-то удовольствие от того, что ты в носках. Вот так вот ходить. Да, ну, мать. Ну, типа, слэм-чики, ну, просто я не сказать, что отрицательно к этому отношусь. Ну, просто это настолько редкое явление, чтобы девушка слушала дед метал, ну, вообще, брутал. Мне кажется, у нас на Россию таких пять человек, дай бог, наберется. И все в Челябинске живут. И все, да. Ну, типа, не знаю, мне кажется, первых просто не существует. Кого, носков? Нет, слэм-чик. А к слэм-носкам? Слушай, я, может быть, просто не видел нормальных, но мне кажется, как элементы мерча, почему бы и нет. Ну, во всяком случае, это лучше, чем косметика и чай. Ну, да, типа, это хотя бы мерч, типа, реально. То есть, к слэм-носки, ну, ок, пускай, типа, шорты, кепка. Наверное, с определенным подбором вещей это не так уж плохо смотрится. То есть, если у тебя, короче, хороший слэм-лук, то можешь слэм-носки одеть. Вот так. Да. На этой ноте вопросы подписчиков подходят к концу. А как вам третий дебютник АП? Да даже не знаешь, что сказать. Мне понравился первый риф в первой песне, он крутой. Ну, первый, типа, вообще трек, вот, понравился. Слушай, да, типа, нормально. Ну, как бы, не то чтобы вау, короче. Короче, не очень, да, вам нравится? Короче, не очень. Да, нормально. Ну, типа, я послушал два раза такой, ну, хороший альбом. Типа, каких-то... Он определенно техничнее, чем предыдущий, но предыдущий, конечно, вообще топчик в плане материала. В плане звука, но этот вообще никакой. Вот так вот. В плане материала более техничный. Вокал мне этот не очень зашел, конечно. Ну, мне бы, да, мне бы тоже хотелось Мэтьи Вэя слышать на релизе, не различен. Анжела Шоу. Вот, как-то... Ну, звук мне не понравился. Ну, он через... Он через чу. Закомпрессованный прям вообще. Вот есть органектами, да, а вот есть, как бы, казалось бы, куда еще, а типа, а вот есть третье альбом АП. Для меня вот так вот. И какой вокал вам больше заходит? На первом дебютнике АП или на третьем? На втором. Если на второй, за скобки. На первой Пижу, на первой. Туда на первой, да. Там же Санек, да? Там же Санек мог в одну каску все сделать, без Анхидачо, и было бы за Пижу. Ну, то есть, да. Да, то есть, практически, как и произошло. Ну, возможно, про проект бы не так, конечно, много было бы слышно. Да я не думаю, что АШО как-то типа критично повлиял на популярность проекта. Я думаю, что... Да, как бы, потому что АП, это АП чувак. Ну, типа, думаю, я думаю, если бы, короче, ну, вот типа Саня записал бы сам вокал, то хайп вокруг релиза был бы не меньше, нежели чем он сейчас с Энджелом Ашова. Ну, ты про какой говоришь релиз? Про второй или про третий? Да, про вот этот, про третий. А, ну, нет, тогда-то да, конечно. Не, я про второй говорю. Не, ну, про третий. Тогда да. А сможете назвать лучшего гитариста и лучшего драймера в слэме, если что-то придет на ум? Ну, лучший драймер Лиль Грубер, лучший гитарист. Ну, это же не слэм. Ну, ты брутал заебал. Короче, Лиль Грубер и, наверное, Чича из Путри Дети. Да. Мне нравится, типа, гитарист Кандемн, это очень крутой тип. Вот, что касается гитаристов. Ну, да, наверное, он. Подожди, а Стив Кроу разве не гитарист, Кандемн, или он басист? Гитарист? Гитарист, ну, у вас, да. Ну, да, тогда он. Ну, да, а барабанщик кто у тебя? В слэме? Ну, блядь, в Брутале. В Брутале? Да, я не скажу, даже не знаю. Ну, Лиль Грубер, конечно. Типа, Лиль Грубер. Не, ладно, типа. Флумунье. Ну, ладно, окей, Флумунье будет, да, пускай. Это кто вообще? Крипто-пси. Очень нравится еще эпатажный барабанщик Корпса. Такой чувак с дуванчик, с размашистой такой техникой. Вот. Всегда поражался тому, на самом деле, как некоторые драймеры умудряются, ну, вот размашисто играть, да, но при этом сохранять четкость в скоростных моментах, потому что, ну, типа, мне, как барабанщику... Короче, понятно, что если вот сейчас я буду играть какой-то дрочный трек, я не буду там, типа, выебываться особо, что-то качаться, руками махать. Я буду, типа, сконцентрирован на четкости исполнения, потому что, ну, иногда бывает такое, что выносливости просто не хватает. А вот барабанщик Корпс, он прям, как будто сейчас ударит кому-то очень сильно по голове, но он машет руками, и он еще и башкой мотает, ну, так что тоже можно выделить. Я не знаю, к сожалению, как его зовут. Ну, и плюс он как... он же лидер в группе Корпс, насколько мне известно. Вот. И... Да, как личность, как лидер команды можно его выделить. Как вам слайм-философер? О, прикольный чувак. Ну, типа, я люблю, на самом деле, периодически смотреть. Просто, знаешь, я не люблю сериалы, например, не люблю мультфильмы смотреть. Я посмотрю, типа, слайм-философера ради лузов каких-то, потому что выпуски там же недолго идут. Вот, и... и все, типа... Не, ну... Этот чувак, очевидно... Я не застал время его активности, да, когда он там... Как у него лейбл назывался? Anopsis Records. Anopsis Records, да. Я не застал его время активности, так сказать, не могу что-то конкретное сказать, но более чем уверен, что, наверное, он оказал тоже влияние, оставил след в отечественном Brutal Dead Metal, вот. Ну и сам он такой чувак. Интересно, короче, его посмотреть, достаточно харизматичный челик. Да, тоже положительно, я все с ним посмотрел. Да. Прикольно. Я искал на YouTube, но, к сожалению, на YouTube все удалено, есть только ВКонтакте. Мы даже как-то переписывались с ним, короче, давненько. А почему он удалил все? Психонал. Как вы относитесь к татуировкам? Да, спокойно, ну вот у меня есть татуировки. Блин, ну типа, опять же, в определенных стилях и очень выборочно. Я, например, очень щепетильно подхожу к вопросу того, что набивать. То есть прежде чем делать свои, я обдумывал это минимум три месяца, то есть я находил или придумывал какой-то эскиз и несмотря на то, как бы он мне сильно не нравился и что у меня есть все возможности его прямо сейчас сделать, я обязательно выдержу какое-то время его у себя в голове, чтобы не было такой хуйни, что я типа набиваю и потом через, знаешь, там месяц-два думаю, блин, зачем я это сделал, лучше бы еды себе купил там или еще что-нибудь, или порепетировал, вот. Поэтому я очень, знаешь, щепетильно короче к этому. Это же, ну типа, херня со мной до конца жизни, поэтому вот так как-то в целом положительно. Ну я отношусь тоже нормально, правда, у меня ни одной татуировки нету, да, они есть. Но это, наверное, связано больше с тем, что я из довольно-таки религиозной семьи, мне интересно, как бы мои родные к этому отнеслись, это во-первых, а во-вторых, да что-то я как-то типа особо просто не задумался над этим, да это же еще и дорого, типа, ну а так бы я бы хотел все сделать, конечно, но как-то серьезно к этому вопросу я просто не подходил, вот так. Боитесь насекомых? Нет. Да, немного. Собственно, это тоже одна из, так сказать, причин, возможно, по которым я додумался до насекомых. Ну типа я просто подумал в какой-то момент, что, блядь, ну что вот, чего большинству людей становится реально противно, мерзко как-то, ну это очевидно, какая-нибудь мокрица, блядь, или сороконожка, ты видел сороконожек, ну типа больших реально, ну это же пиздец, мерзость. Нормально. Ну типа сиковая хуйня, блядь. А поедем в Азию и будем, блядь, насекомых. Как это, блядь, могло вообще родиться? Я понимаю, что есть еще более жесткие, конечно, существа у нас на планете, но вот это, блядь, это пиздец. Вот я подумал. Насекомые, наверное, смотрят на тебя, я думаю, как такое могло родиться. Что за уебище? Это же как оно могло родиться на этот свет? Вот. Насекомые, кайф. Как вам фильм «Звездный десант»? Я смотрел недавно, кстати, перед тем, как в тур поехать. Он такой тупой, на самом деле. Тупой, да, но вулзовый, прикольный, можно глянуть. Видели Чернебинский метеорит? Да, видел. Да, видел. В живую. Я сидел на паре, короче, и посмотрю в окно, просто солнце вот так вот засело, как в перемотке. Ты имеешь в виду, типа, в живую, что ли, когда он падал? Когда он падал, ну я видел, когда он падал. А я не видел, естественно. Я, короче, на паре сидел, я смотрю, просто солнце вот так зашло. Ну, типа, как в кино, знаешь, на перемотке. Такой, что за херня? Ну, пошел, посмотрел, там такое светящееся облако, короче. Пошел, потом обратно сел за партой, потом бах-бах, короче, окна все выбило. Ну, все, мы думали, типа, там самолет упал, хотя от него уже черный такой шлейф должен быть, он такой светящийся был облако. Все, там, короче, паника в городе, везде выбило окна, что-то там попадало, кто-то раненый там был даже. Поехали домой. А у меня, короче, так получилось, что я научился в металлургическом районе, и типа, один из цехов, короче, который идет вдоль Свердловского тракта, там цех, короче, цинкового завода, и наполовину крыша была обрушена, и типа, дорога была завалена, вот. И я ехал на трамвае, и это такой, знаешь, кадр из фильма «Война миров», типа, все люди бегают, типа, дороги перекрыты, все разрушено, вот. Ну, потом сказали, что, по-моему, теориты, типа, такое вот. Мы не учились на следующий день, и все, так вот это было. А я не застал, ну, потому что я не жил тогда, но я, как бы, был у нас в Краеведческом музее, видел, что это такое. Вот. А есть ли у вас любимые фильмы или сериалы? Да, у меня любимый фильм с Томом Хэнксом, изгой. Сериалы, ну, наверное, ходячие, а вообще в целом сериалы не очень… Хотя нет, знаешь, не ходячие, настоящий детектив, наверное, больше нравится. Первый сезон? Первый, ну, второй-то, он же там по сюжету добивает его, да, насколько я помню. Нет, там другой сюжет. А, нет, значит, первый только, вот. Ну, фильм, наверное, у меня тоже была «Травма детства» такая, в кавычках, с фильмом «Властелин колец». Конечно, это был первый фильм, который я в кинотеатре посмотрел. До сих пор, наверное, так запавший в душу. А так, наверное, все эти классические фильмы. Кстати, Том Хэнс крутой, один из моих любимых актеров тоже. Форрад Гамп, например, фильм с ним. А сериал, который меня за последнее время впечатлил очень сильно, это был «Рассказ служанки», короче, сериал. Да, очень необычная идея, наверное, вот так вот. Есть еще такой фильм, рекомендую посмотреть. «Рассказ служанки»? Ага. Сериал типа… Старый, да? Ремейк фильма. Да-да-да. Тоже читал про это. А есть ли у вас любимые книги? Кроме той, что на обложке, «Инзик-н-цайт». Любимые книги? Да, у меня есть. Это, наверное, «Фауст», «Гёта». Типа божественная комедия. Это же, да. Ну, блин, это же короткое. Ты имеешь в виду произведения прям? Нифига себе, там 600 страниц произведения. Литературное произведение, да. В оригинальном, если переводе. Ну, божественная комедия, наверное. Мне Достоевский очень в школе нравились. Солженицын. Типа вот такая литература. Мне нравится произведение «Кысь» Татьяны Толстой. Толстой, да. Есть, да. Вот такое антиутопичное произведение. Вот. Ну, а что подписано на YouTube? Что проделывал? Да, типа мы, наверное, не сидим на YouTube, как на таковой площадке. Хотя, ну, этот вопрос можно перевести в то, что мы больше смотрим. Как бы, что? Я обычно не подписываю. Не, я просто много на что подписан. Не, не, как бы. Слэмвордвайт. Гей-гейвордвайт. Очень выборочно можно что-то слушать. 95% говна, и его нужно, мне кажется, рассматривать. И 5% матчей. И его можно только рассматривать, как площадку для продвижения, привлечения аудитории. Абсолютно согласен. Вот, и все. То есть, блядь. Я, короче, еще так задался целью этих каналов, короче, которые с приставкой Worldwide. Их же очень много. Типа самые потом известные идет Hardcore Worldwide. А там есть Industrial Worldwide, Gothic Worldwide. Короче, этих каналов Worldwide вообще до хрена. И там я даже боюсь смотреть, что там на них. Ну, я вот типа вообще, если возвращаться к вопросу о подписках, я, по-моему, смотрю, все, что я смотрю, это Птушкино, короче. Знаешь, можно... Да, конечно, вообще супер. Птушкино смотрю. Редко очень Вилсакома. И, наверное, различные, знаешь, видосы. Не помню, как этого парня зовут. В общем, видосы, где ребята рассказывают о всех вообще тонкостях жизни за рубежом. И вот так я каждую страну смотрю. Там типа про Скандинавию. Там очень люблю посмотреть. Топлис какой-нибудь канал, что-то такое. Тоже. А чем увлекаетесь помимо музыки? Может, есть какое-то хобби, там, вязание? Да, вяжем сламинские. Ну, я всю жизнь занимался спортом. Типа долгое время, 8 лет, легкой атлетикой. Вот. Люблю бегать по утрам. Иногда бегаю. Вот. А так... Ну, книги тоже сопровождали на протяжении всей жизни. Моделирование. Мне нравилось моделировать раньше. То есть я собирал армию всяких солдатиков древних римлян, греков, викингов и прочего. У меня дома даже есть всякие там боевые слоны. Но я просто не собираю корабли. Вот. Что-нибудь такое. Почитать люблю. А за Олимпиады не следишь на чем? С успехами легкоатлетов российских? Ну, там успехов-то нет как таковых. Да вообще, ну, типа, жестко же их бойкотируют. Я просто еще помню с того времени, когда я занимался. То есть там вся эта политическая была игра с допингом. Поэтому я думаю, что там вообще особо нечего ловить. Поэтому как-то так. Но на самом деле в этом есть доля правды. Потому что когда я занимался, ну, было такое, что оно было вообще везде. То есть как-то, чтобы у тебя не было каких-то препаратов, то есть у тебя должен был быть какой-нибудь жесткий принципиальный тренер, который у меня и был. Я вообще ничего не попробовал за все свое время спорта. А так, да, это вообще есть. Ну, типа, у наших. Насколько это все там имеет вес, ну, типа, на Олимпийских играх, не могу сказать. Вот так, наверное. Хобби? Ничего нет, на самом деле. Ну, я бы мог, конечно, перечислить что-то, что мне раньше нравилось. Но мы же про сейчас говорим, поэтому нет. Вот все, чем я занимаюсь, это музыка, наверное. Музыка, вот. А как предпочитаете проводить свободное от работы в учебной музыке время? Свободное от музыки время? Да. Что это, что это? Ну, типа, мы как бы, да... Хорошо, свободное от репетиций. Ну, да там делов, на самом деле, всегда столько, что ты, как бы, можешь и не хотеть даже заниматься, но в рамках... Просто, типа, лично я воспринимаю частично музыку тоже как вторую работу, но которая мне нравится, да, как какая-то мечта некоторая. Вот, поэтому я отношусь к музыкальной своей деятельности как к работе и стараюсь... То есть, мое свободное время — это все занятия музыкой. Ну, типа, я могу там почитать что-то очень редко, могу... Ну, опять же, это музыка, сесть за сочинение материала. Просто по большей части я именно занимаюсь драйвингом, ну, именно, типа, упражнения какие-то, играю дома. Вот, так что свободного времени именно не в рамках музыки у меня нет такого. Да, типа, вообще, да, свободного времени его реально просто нет. Типа, иногда воспринимаю даже музыку как какой-то отдых, скорее, то есть, нежели работу. Ну, типа, работа для меня — это смысл такой, типа, работа, надо работать. А, типа, для меня сидеть, заниматься гитарой, сочинительством — это куда лучше любой работы на земле. Вот, поэтому, если свободное время, типа, есть, ну, это, скорее всего, там, с родными куда-нибудь. Просто к родным приехать, пообщаться. Ну, вот, кстати, да, я согласен, я не упомянул то, что я очень редко езжу в Златоуст. И вот это я могу воспринимать как некоторый отдых от музыки. Потому что, ну, типа, смена обстановки, там, с родными увидеться, поговорить, сходить, может быть, в лес, в горы. Вот это можно воспринимать, да, как свободное время. Вот так все, музыка только. Верите в жизнь после смерти? Нет. Ну, хотелось бы, но нет. Верите в Бога? Ну, как не в конкретную личность, как в нечто эфемерное, что, знаешь, человечество никогда не постигнется, да. Да-да, тоже. Так же, наверное. В чем смысл жизни? В опыте, в получении опыта. Передача опыта. Накопление опыта. В опыте, короче, наверное, так. В удовольствии. Вот. Ты гидонист? Что бы я здесь тогда делал? Я бы работал барменом сейчас за стойкой. Ладно. Жизнь стоит того, чтобы ее прожить? Блин. Такое, знаешь, выражение. Ну, думаю, ответ да. Как бы будет самый подходящий. Да просто, как ответить на этот вопрос, если у нас нет ничего другого? Вот именно. Ты же типа не знаешь, как это без жизни. Да. Поэтому... Да, да, стоит. В любом случае. Оказавшись перед мухой, сломотухой, что вы ей скажете? Бля, извини, что украли тебя. Хай. Привет. Хай, привет. В чем сила слэма? В слэм рифе. В груве. И в грязи. В слэм-джоуле, да? Что бы вы хотели напоследок сказать всем фанатам и хейтерам слэма? Спасибо, что вы есть. Вот и все. Немногословно. Хотелось бы напоследок вообще сказать спасибо тебе, Виталя, что дал возможность высказаться и провести интервью. Востанкино. Да, здесь. Вот. Для нас это в каком-то смысле большая часть, потому что мы выросли на твоей работе. Вот. И... Ну, как бы знаешь, ты, наверное, сидишь, типа, админишь какие-то чуваки на краю страны, там, в другой ее части. Получает с этого какую-то пользу действительно. И вот все докатилось до того, что мы здесь, типа. И мы этому очень рады. И также хочется сказать подписчикам СБДК, спасибо, что вы есть, ребята. Спасибо, что вы поддерживаете Брутал. Продолжайте в том же духе. И ситуация на тяжелой сцене в России будет только улучшаться. Ну, короче, да. Огромное спасибо, Виталя, за СБДК, за интервью, за тысячу тонн тяжелого брутала, которые поступают в ВКонтакте, в социальную сеть. Ну, короче, да, всем подписчикам ходите на концерты, покупайте мерч, поддерживайте банды, поддерживайте Андер, слушайте Слэм Брутал. Вот. И маму, конечно. И маму. И пишите только хорошие комментарии. Ну, нехорошие тоже пишите. Все. Спасибо, что пришли. Спасибо нашим подписчикам за внимание. До новых встреч. Всем пока. Рук. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok